Марсель Пруст. Обретенное время. Перевод с французского Кондратьева. Москва. Наталис. 1999 год. Обретенное время. Но, как и другие, посетившие меня в стороне Мезеглиза. Комбре. Выдуманное место летнего отдыха семьи главного героя. Топография разработана в первой части романа по направлению к Свану. Сторона Мезеглиза и сторона Германтов — два направления детских и юношеских прогулок героя. По ходу действия приобрели более или менее метафизическое значение. Сторона Германтов олицетворяет собой путь духовных и билетеристических исканий, мечты, сторону Аполлоническую. Сторона Мезеглиза — она же сторона Свана. Дианистическую. Сторону чувственного опыта первого контакта с пороком. Морелло. Примечание 107. Беглянки. Вечерами я продолжал, правда, в другом направлении, послеполуденные прогулки, которые мы совершали из Комбре в Мезеглиз. В Тансонвилле ужинали в тот час, в который некогда в Комбре давно спали. Поскольку стояла жара, и к тому же Жильберта днем рисовала в дворцовой часовне, мы прогуливались перед ужином не более двух часов. Былое удовольствие созерцать на обратном пути пурпурные небеса, окаймлявшие Кальварий, купаться в Вивоне, сменилось иным. Удовольствием от ночной прогулки, когда никого в деревне уже не встретишь, лишь голубоватый треугольник неправильной языкки возвращающихся с пастбища овечек. Кальварий — холм, на котором возвышается распятие. На западе над полями угасал закат. С востока уже светила луна. И вскоре лунный свет заливал все окружавшее пространство. Случалось, что Жильберта позволяла мне идти одному, и я устремлялся вперед, оставляя позади свою тень, подобно лодке, плывущей сквозь волшебные пространства. Обычно она шла рядом. Довольно часто мы прогуливались в тех местах, где проходило мое детство, так что я не мог не чувствовать, намного сильнее, чем когда-то в стороне германтов, что никогда, должно быть, не смогу писать. К этому добавилось ощущение, что и воображение, и чувствительность ослабли, когда я заметил, сколь мало меня занимает Кумбре. Мне было грустно от того, что я почти ничего не способен воскресить из пережитого. Вивона в конце бичевой дороги казалась мне узкой и некрасивой. По этой знаменитой бичевой дороге главный герой гулял с родителями. Сван ходил к родителям в гости. Не то чтобы я приметил серьезные изменения по сравнению с тем, что мне вспоминалось, но, расставшись с местами, которые мне вновь довелось посетить уже в совсем другой жизни, я не ощущал с ними того сопряжения, из которого рождается, прежде чем успеешь это понять, мгновенная, восхитительная и всеохватная вспышка воспоминания. Внезапно дав волю нежности, которой наполнили меня, чудесный воздух, ветер, которым мы дышали, я сказал, «Вы как-то говорили о тропинке, идущей вверх?» «Как я любил вас тогда!» Она ответила, «Почему вы мне не сказали?» «Я и не подозревала. Я тоже любила вас. Я дважды чуть не бросилась вам на шею. Когда же? Первый раз. В Тансон-Вилле. Вы гуляли с семьей. Я вышла вам навстречу. Я никогда не видела таких хорошеньких мальчиков. Я имела привычку, — продолжала она рассеянно и стыдливо, — ходить с друзьями на развалины донжона в Руссен-Вилле. Вы скажете, я была дурно воспитана. Ведь там были всякие девочки и мальчики, которые пользовались тем, что было темно. Слушка Камбрейской церкви, Теодор. Надо отдать ему должное. Он был очень мил. Ей-богу, он был хороший мальчик. Теперь, правда, он стал таким некрасивым. Он аптекарь в Мезоглизе. Развлекался там со всеми окрестными крестьяночками. Поскольку меня обычно отпускали одну, всякий раз, как только могла улизнуть, я сразу бежала туда. Не могу сказать, что мне хотелось, чтобы вы туда пришли. Я очень хорошо помню, что у меня была лишь минутка, чтобы дать вам знать, чего я хочу, рискуя быть уличенной нашими родителями. Я так неприлично это выказала, что мне стыдно до сих пор. Но вы посмотрели на меня с такой злостью, что я поняла, что вы этого не хотите. И тут я понял, что, быть может, настоящими Жильберта и Альбертина были именно тогда, когда в один единственный миг предложили мне себя взглядом. Одна перед изгородью боярышника, другая на пляже. А я не сумел этого понять и понял слишком поздно, уже вспоминая обо всем спустя какое-то время, когда даже в интимных разговорах они уже боялись быть столь откровенными, как в ту первую минуту, безвозвратно испорченную моей неловкостью. Я отринул их от себя. Так решительно, хотя, по правде говоря, эта относительная неудача была не так уж абсурдна, по тем же причинам, что Сен-Лу оставил Рошель. И второй раз, продолжала Жильберта, много лет спустя, когда я увидела вас возле дома накануне нашей встречи у моей тетки Орианы. Я не сразу узнала вас, или, вернее, узнала безотчетно, поскольку мне захотелось того же, что и в Тансон-Вилле. Между этими встречами были, однако, Елисейские поля. Да, но тогда вы слишком меня любили, и для меня это было пыткой. Я не спросил ее, что это был за молодой человек, с которым она шла по Елисейским полям в тот день, когда я отправился на встречу с нею, в тот день, когда я с ней примирился. И это было еще возможно в тот день, который мог изменить всю мою жизнь, если бы я не встретил те две тени, шедшие в сумерках, прижавшись друг к другу. Спроси я ее, она, возможно, сказала бы правду, как сказала бы Альбертина, если бы воскресла. Но когда мы спустя годы встречаем женщин, которых больше не любим, разве не стоит между нами смерть, словно их нет среди живущих, ибо сам факт утраты нашей любви делает их тогдашних или нас тогдашних уже не живыми. А может быть, она не вспомнила бы или солгала. В любом случае, мне больше не нужно было это знать, потому что мое сердце изменилось больше, чем лицо Жильберт. Теперь она не слишком нравилась мне, да я уже и не был несчастлив. Я не смог бы уже и представить, вспомнив об этом, что так страдал, встретив Жильберту, семенящую бок о бок с молодым человеком, так страдал, что повторял себе это конец. Я никогда больше не захочу ее видеть. Ничего не осталось от тех мучений, которые испытывал я в тот далекий год. Ибо в этом мире, в котором все изнашивается, все погибает, есть нечто более, чем красота, подверженная разрушению и оставляющая после себя еще меньше следов. Это горе. Если, однако, я не удивляюсь, что не спросил ее тогда, с кем она шла к Елисейским полям, то лишь потому, что со мной это уже случалось и прежде. Время освободило меня от любопытства. Я остался верен ему, так и не рассказав Жильберте, что в тот день продал старинный китайский фарфор, чтобы купить ей цветы. Я спросил ее. Это была Леа, одетая мужчиной. Жильберта знала, что Леа была знакома с Альбертиной, но не могла рассказать больше. Так некоторые люди снова и снова встречаются в нашей жизни, предвещая радость или страдания. Это на самом деле были столь печальные времена, что моим единственным утешением было думать, что когда-нибудь, отбросив все сомнения, я смогу рассказать ей об этом трогательном порыве. Даже более года спустя, если на дороге возникала опасность столкновения, единственное, почему мне хотелось остаться в живых, это чтобы рассказать Жильберте историю о фарфоре. Я утешал себя, говоря, мне некуда торопиться. В моем распоряжении вся жизнь. И потому-то я не хотел расставаться с жизнью. Рассказывать все это теперь мне было бы не так уж приятно, скорее странно и даже смешно. Впрочем, продолжала Жильберта в тот день, когда я столкнулась с вами возле вашего дома, вы были совсем такой же, каким были в Комбре. Если б вы знали, так вы мало изменились. Я словно вновь увидел Жильберту, какой она была когда-то. Мне только надо было представить себе квадрат солнечного света над боярышником, лопатку, которую держала в руке девочка и ее долгий взгляд, обращенный на меня. Но из-за грубого жеста, который сопровождал ее взгляд, я решил, что это взгляд презрения, ведь то, чего я желал, казалось, было неведомо девочкам. Они могли проделывать это лишь в моем воображении, в томительные часы неразделенного желания. Еще меньше я готов был поверить, что столь легко, столь скоро, почти под носом у моего дедушки одна из них возымела отвагу участвовать в этом. Я не спросил ее, с кем она прогуливалась на Елисейских полях в тот вечер, когда я продал китайский фарфор. Мне стало совершенно безразлично, что скрывало от меня увиденное тогда. И однако, сколько же дней и ночей я страдал, спрашивая себя, кто это был. И страдания мои, должно быть, были сильнее, чем те, пережитые все в том же комбре, когда я шел, стараясь не обернуться, чтобы не прощаться с мамой, пытаясь унять рвавшееся из груди сердце. Говорят, и это объясняет прогрессирующее ослабление некоторых нервных болезней, наша нервная система стареет, и этот процесс не затрагивает лишь наше «я». Так что на протяжении всей жизни множество «я», сменяя друг друга, составляют одно нераздельное целое. Так что теперь, по прошествии стольких лет, мне приходилось вновь прикасаться к образу, который так хорошо сохранила моя память. Эта операция даже сделала меня счастливым, показав, что неодолимая пропасть, существовавшая, как я полагал, между мной и девочками с золотистыми волосами, была столь же умозрительна, как пропасть Паскаля. Это действие оказалось исполненным поэзией, ибо его надлежало произвести во глубине долгого ряда лет. Паскаль находил вокруг себя сразу несколько бездн и в мыслях оставил о том ряд свидетельств о бесконечности пространства и о бесконечности малых величин. Человек, затерявшийся между ними, находит в своем потерянном состоянии еще одну причину для веры, потому что если невозможно представить себе мир без противоположностей, религия истинна. Фраза 424. Также знаменитый фрагмент 72. Что есть человек в бесконечности? По свидетельству современников, Паскаля мучили галлюцинации, в которых фигурировали такие бездны. Во мне вспыхивали желания и сожаления, когда я думал о подземельях Руссенвилля. И в то же время я был счастлив, говоря себе, что радость, на которую были направлены все мои помыслы, тогда как ничто не могло меня ею одарить, существовало не только в моем воображении. В действительности она была так близка от меня, в том самом Руссенвилле, о котором я так часто говорил, в Руссенвилле, который был виден из кабинета, где пахло ирисами, и я ничего не знал. Короче, она перечисляла все то, чего я желал тогда, гуляя и не решаясь вернуться, ожидая увидеть, как разверзаются, оживают деревья. По свидетельству автора, прогулки в сторону Мезоглиза объяснялись его желанием встретить по пути юную крестьянку, чтобы, сблизившись с нею, лучше понять родные края. И она могла поддаться тому, к чему я так лихорадочно стремился. И если бы я сумел это понять, я бы обрел, вкусил от этого плода еще в отрочестве. Жильберта в ту пору на самом деле была в стороне Мезоглиза намного дальше, чем мне это представлялось. И в тот самый день, когда я встретился с ней возле моего дома, хоть она и не была мадемуазелью Доржевиль, известной Руберу по домам свиданий, и, странное дело, именно у ее будущего мужа я попытался получить разъяснение, я не особенно ошибся ни насчет ее взгляда, ни насчет того, к какому роду женщин она принадлежала, как теперь оказалась не только тогда, но и прежде. все это было довольно давно, сказала она. Я никогда больше не помышляла ни о ком, кроме Рубера, с того дня, как мы обручились. И знаете, больше всего я корю себя вовсе не за те детские причуды. этот отрывок современными издателями включается в роман Беглянг. К сожалению, установить совершенной точностью, куда включил бы его автор невозможно. С точки зрения композиции романа органичнее, учитывая признание Жильберты, включить его в обретенное время. Целый день в этом почти деревенском жилище, вид которого напоминал место, где только что завершился праздник, либо случился потоп, в жилище, где каждая гостиная была похожа на беседку, где на стенах комнат встречались изображения садовых роз, либо лесных птиц, которые обступали и удерживали вас подле себя вдали от мира, ведь это была старая обивка, где каждая роза существовала отдельно от другой, чтобы при необходимости ее можно было сорвать, а каждую птицу посадить в клетку и приручить, так что там не было ничего похожего на нынешние великолепно украшенные покои, где на серебристом фоне растут нормандские яблони, выполненные в японском стиле, расцвечивая галлюцинациями часы, проведенные вами в кровати. Целый день я просидел в комнате с видом на прекрасную парковую зелень с сиренью у входа, зеленую листву больших деревьев на берегу реки, искрящей от солнца и на лес Мезеглиза. Все это доставляло мне радость, только потому, что я думал, как занятно видеть столько зелени за окном, вплоть до того момента, пока на этом обширном полотне зелени не распознала окрашенную в совершенно на другой фиолетово-синий цвет, поскольку она располагалась в отдалении, колокольню церкви в Комбре. Не контур колокольни, но саму колокольню, которая, преодолев на моих глазах пространство и время, объявилась в центре светящейся зелени, сгустив краски, обретя стой сумрачный цвет, что, казалось, была просто нарисована, вписана в квадрат моего окна. Когда же я вышел из комнаты и пошел по коридору, я заметил, что в маленькой гостиной, которая выходила на другую сторону и была обита простым красного цвета муслином, так ярко олела полоска от попавшего на него солнечного луча, что, казалось, он вот-вот воспламенится. Во время наших прогулок Жильберта рассказывала, как Робер отдаляется от нее из-за других женщин. И правда, в его жизни было много лишнего, как бывает лишней дружба неких мужчин, основанная на любви к женщинам, характерная тщетно организованной обороной и напрасно обжитым пространством, как бывает во многих домах, загроможденных вещами, которые уже не находят себе применения. Несколько раз, пока я был в Тансон-Вилле, он приезжал туда. Он стал совсем другим по сравнению с тем, каким я знал его раньше. Он не отяжелел от жизни, не стал медлителен, как до Шарлю. Напротив, жизнь произвела в нем совсем иные перемены, одарив непринужденностью офицера кавалерии, хотя он и вышел в отставку ко времени своей женитьбы. Таким он никогда и не был. По мере того, как дряхлел до Шарлю Рубер, конечно, он был намного моложе, но чувствовалось, что с годами он становится только лучше, как некоторые женщины, которые решительно приносят свою внешность в жертву Талии и с наступлением определенного возраста не покидают Мариен Бада, полагая, что раз уж нельзя сохранить сразу несколько доказательств своей молодости, осанка может в таком случае заменить все остальное, становился все стройнее и стремительнее, что было противоположным следствием все того же порог. Эта стремительность, впрочем, имела различные психологические причины. Страх, что его увидят, желание скрыть этот страх, лихорадочность, проистекавшую от недовольства с собой и тоски. Он был завсегдатаем злачных мест, куда, предпочитая, чтобы никто не видел, как он там появляется, он врывался, как в усажденную крепость, так стремительно, что недоброжелательные взгляды гипотетических прохожих не получали возможности запечатлеть его облик. И этот бешеный аллюр долго у него оставался. Может быть, это означало видимое бесстрашие человека, желающего показать, что ему нечего бояться, и при том не оставляющего себе времени на размышления. Для полноты картины надо еще отметить его желание по мере того, как шли годы, подольше казаться молодым, и нетерпимость к тем, кто всегда присыщенно скучает к людям слишком умным для той праздной жизни, которую они ведут, такой жизни, при которой их способности не могут сполна проявиться. Без сомнения, такая праздность может вылиться в апатию. Но с тех пор, как физические упражнения стали пользоваться всеобщим признанием, праздность приняла спортивные обличия, даже в часы, отведенные отнюдь не спорту, и стала проявляться уже не в равнодушии, но в лихорадочной живости, не оставляющей тоске ни времени, ни места. То есть стремительность и лихорадочность Сен-Лу, из-за которой герой не узнает его в их последнюю встречу, объясняется бегством от себя самого, невозможностью какого-либо целостного осуществления, недовольства собой и тоски людей слишком умных для своей праздности. Сен-Лу, как и Де Шарлю, не писатель, и потому он не может избегнуть праздности, и ему некуда приложить свой ум. Однако парадокс в том, что писателем может стать отнюдь не каждый, и любопытно, что сетования на праздность столько раз звучат по поводу героев-гомосексуалистов или героев, основательно запутавшихся в своей жизни, как сван, из-за опять-таки стремления к удовольствию. Порок и необъяснимо овладевающие людьми чувства играют своего рода роль выхода. Этими людьми движет разум, не сообщающийся с действительностью, и в результате получается бегство. Может быть, отчасти этим же объясняется настоятельное стремление главного героя к своему призванию. Моя память сама по себе непроизвольная, утратила любовь к Альбертине. Но мне кажется, что у меня осталась и непроизвольная память тела, бесцветная и бесплотная имитация прежней памяти, которая более живуча, наподобие того, как некоторые неразумные твари и растения живут дольше человек. Ноги и руки переполнены немотой воспоминаний. Как-то расставшись с Жильбертой довольно рано я проснулся среди ночи в Тансонвильской комнате и сонный позвал Альбертина. Не то, чтобы я думал о ней, видел ее во сне, не то, чтобы спутал ее с Жильбертой, это было именно смутное воспоминание, ожившее в моей руке, заставившее искать за спиной колокольчик, как в моей спальне в Париже. И, не находя его, я позвал Альбертина, полагая, что покойная подруга спит рядом со мной, ибо так часто случалось, что вечерами мы засыпали вместе, зная, что утром Франсуаза явится отнюдь не сразу после того, как Альбертина позвонит в колокольчик, который я имел обыкновение не находить под рукой. Став по крайней мере в это неприятное время гораздо черствей, он уже почти не проявлял наедине со своими друзьями, в частности со мной, каких-либо чувств. Зато Жильберти он демонстрировал аффектированную мелодраматическую чувствительность, и это было неприятно. Не то, чтобы она в самом деле была ему безразлична. Нет, Робер любил ее, но он ей упорно лгал. Его двойственный характер, если даже не сама ложь, были постоянно на виду, и потому он считал, что выкрутиться можно, лишь доведя до абсурда масштаб истинных огорчений, причиненных Жильберти. Приехав в Тансонвиль, Робер на следующее же утро был вынужден уехать. По его словам, по некоему делу с одним местным господином, который должен был поджидать его в Париже, и который вдруг оказывался в числе приглашенных на званом вечере в Комбре. Так что ложь невольно разоблачалась, ибо Робер даже не потрудился поставить того в известность о своих якобы с ним делах, накануне рассказав этому господину, что приехал в деревню на месяц и не собирается отлучаться в Париж. Робер краснел, видя печальную и тихую улыбку Жильберту, и вышел из положения тем, что, оскорбив, отделался от недотепы, и, оставив Жильберту, бежал домой и написал ей отчаянную записку, в которой говорилось, что он солгал, чтобы не огорчить ее, чтобы из-за его отъезда, вызванного обстоятельствами, рассказать о которых он не может. Она не подумала, что он ее разлюбил. И все это, хоть и писалось, лишь для оправдания было правдой. Затем посылал спросить, можно ли пройти к ней и на ее половине, то ли от настоящей печали, то ли устав от такой жизни и от все более рискованного притворства, рыдал, брызгал на себя холодной водой, говорил о своей близкой смерти, несколько раз падал на паркет, словно с ним случился обморок. Жильберта не понимала, можно ли им верить, считала, что он всякий раз врет, но что вообще-то она любима. Ее беспокоили эти предчувствия близкой смерти, она думала, что, возможно, у него какой-то недуг, о котором она не знает, и не осмеливалась из-за этого противоречь ему и просить отказаться от этих поездок. Впрочем, я все меньше понимал, почему с Морелем, да и с Берготом, всюду, где бывали, с Эн-Лу, в Париже или, в Тансон-Вилле, всегда обращались как с детьми. Франсуаза, которая знала, что де Шарлю сделал для Жупьена, а Робер де Сен-Лу для Мореля, вовсе не считала, что это наследственная черта германтов. Скорее, ведь и Легранден много помогал Теодору. Будучи женщиной высоконравственной и полной предрассудков, она решила, что это своего рода обычай, распространенность которого не может не вызывать уважения. Она по-прежнему так отзывалась о каком-нибудь молодом человеке Мореле или Теодоре. Он нашел одного господина, который сильно им заинтересовался и очень ему помог. А поскольку в подобных случаях прокровители это те, которые любят, страдают и прощают, Франсуаза без колебаний приписывала им сердечность и отводила благотворную роль в отношениях между ними и подопечными, которых они развращали. Она безоговорочно осуждала Теодора, попортившего кровь Ле Грандену и, казалось, почти не сомневалась в природе их отношений, ибо заявляла, тогда малыш понял, что надо бы и ему внести свою лепту и говорит, возьмите меня с собой, я буду очень вас любить, я вам так угожу, и, понятное дело, у господина такое сердце, что, конечно, Теодор может не сомневаться, что получит много больше, чем сам того стоит, потому что у него голова бедовая, но господин-то такой добрый, что я часто говорил о Жанетте, невесте Теодор, малышка, если что стрясется, бегите сразу к нему, он на полу ляжет, а вам отдаст свою кровать, он слишком любит малыша Теодора, чтобы его прогнать, конечно, он никогда его не покинет. Из вежливости я спросил фамилию Теодора у его сестры, сам он жил теперь на юге, но это ведь тот, кто писал мне о моей статье Фигаро, воскликнул я, узнав, что его фамилия Санилон. И потому она испытывала большее уважение к Сен-Лу, чем к Мурелю, и считала, что, несмотря на все неприятности, которые малыш Мурель ему причинил, Маркиз всегда придет к нему на помощь, потому что у него золотое сердце, либо, полагала она, произойдет нечто такое, после чего он и сам переменится. Рубер настаивал, чтобы я остался в Тансон-Вилле, сболтнув, вовсе не думая сделать мне приятное, что мой приезд так обрадовал его жену, что она была, как она ему сказала, вне себя от счастья в тот вечер, когда так грустила, что я своим неожиданным приездом чудом спас ее от отчаяния, а, может быть, и чего похуже, добавил он. Он просил попытаться убедить ее, что он ее любит, уверяя, что женщина, в которую теперь влюблен, любима им все же меньше, чем Жильберт, и что скоро он с ней порвет. И все-таки, добавил он с такой смесью фотоства и искренности, что мне показалось на мгновение, будто имя Чарли против воли Робера вот-вот выпадет, как номер в лотерее. Мне есть чем гордиться. Эта женщина, которая много раз доказала мне свою преданность и которую я намереваюсь принести в жертву Жильберте, никогда не обращала внимания на других мужчин, и даже не считала себя способной влюбиться. Я был у нее первым. Я знал, что она отказывала многим, так что, когда я получил ее дивное письмо, где она писала, что может быть счастлива только со мной. Я был просто потрясен. Да, мне было отчего потерять голову, если бы не мысли об этой заплаканной бедняжке Жильберте, которые были невыносимы. Ты не находишь, что в ней что-то есть от Рашели? Меня действительно поражало неопределенное сходство, которое, по крайней мере, теперь стало заметным. Может быть, это сходство порождалось некоторыми общими чертами, обусловленными в частности еврейской кровью, хотя у Жильберты это было почти незаметно, из-за чего Робер, когда семья захотела, чтобы он женился, из материально равноценных вариантов предпочел Жильберту. Схожесть объяснялась также тем, что Жильберта, заполучив фотографии Рашели, даже имени которой не знала, чтобы понравиться Роберу, старалась подражать некоторым привычкам актрисы. Так, в частности, она завела обыкновение украшать волосы красным бантом, носить на руке черную бархотку, да и волосы выкрасила, чтобы стать брюнеткой. Позднее, чувствуя, что от переживаний теряет былую привлекательность, она решилась исправить и это. Подчас она не знала меры. Однажды вечером, когда Робер должен был на сутки приехать в Тансонвиль, меня чрезвычайно поразило, когда я увидел, как сильно вышедшая к столу Жильберта отличается не только от той, какой была когда-то, но и от себя сегодняшней. И я застыл изумленной, словно передо мной сидела некая актриса вроде Феодоры. Феодора родилась около 497-го, 28-го, 6-го, 548-го, византийская императрица, жена Юстиниана Первого, актриса с детства, она вышла замуж за императора в 525-м году. Я чувствовал, что вопреки своей воле слишком пристально гляжу на нее, дабы узнать, что же она в себе изменила. Впрочем, это любопытство вскоре было удовлетворено, когда в конце концов ей пришлось высморкаться. Пятна, оставшиеся на платке, богато его разукрасив, показали мне, что она сильно накрасилась. Вот отчего стал крово-красным рот, и вот отчего она старалась улыбаться, думая, что это делает ее краше, в то время, как приближался час, когда в Тансонвиль должен был прибыть поезд, а Жильберта даже не знала, действительно ли приедет муж, или она получит одну из тех телеграмм, образец которых был остроумно составлен когда-то герцогом Германтом. Приехать невозможно, клевета преследует. И от этого бледнели ее щеки под фиолетовый испаренный от грима и еще глубже проваливались глаза. «Ты понимаешь, говорил он мне нарочито мягко, тоном, столь контрастировавшим со свойственной его голосу прежней естественной мягкостью, голосом алкоголика и с явной декламацией, Жильберта счастлива. И я отдал бы все, чтобы это всегда было так. Я стольким ей обязан, ты не можешь себе представить». Самым неприятным во всем этом было опять-таки его самолюбие. Любовь Жильберта льстила ему, и не осмеливаясь сказать, что он любит Чарли, он приписывал любви, которую будто бы испытывал к нему скрипач необыкновенные свойства, которые, как он и сам понимал, были преувеличены, а то и просто выдуманы, ведь Чарли что ни день просил все больше денег. И именно из-за этого, поручив мне Жильберту, он вернулся в Париж. Как-то раз, забегу немного вперед, потому что я еще в Тансон-Вилле, я издали наблюдал за ним, и его речь, несмотря ни на что живая и обворожительная, напомнила мне былое. Я был поражен, как он изменился. Он все больше и больше походил на свою мать. Надменные манеры, унаследованные Рубером, безупречные у нее, у него благодаря превосходному воспитанию, стали более явными и отточенными. Свойственный германтам проницательный взгляд придавал ему вид человека, изучающего места, в которых доводится бывать, но так, что это происходило как бы неосознанно, из некой привычки или даже инстинкта. Даже когда он стоял неподвижно, свойственная скорее лишь ему, но не другим германтам лучезарность, была всего лишь отражением золотистого дня, теперь застывшим, диковинным оперением, превращавшим его в столь редкий и драгоценный вид, что не могло не возникнуть желание приобщить его к какой-либо орнитологической коллекции. Иногда эта лучезарность превращала его в готовую взлететь птицу, как, к примеру, в тот момент, когда Роберто Сен-Лу вошел в гостиную, где среди приглашенных был и я. Он вскидывал голову столь радостно и гордо, породистую, с золотым хохолком слегка придевших волос. Движения его шеи были настолько более гибки, горделивы и завлекательны, чем это бывает у людей, что от любопытства и восхищения, внушаемого им, то ли светского, то ли звериного, уместно было спросить себя, где ты находишься, в Сен-Жерменском предместе или в зоологическом саду, и что наблюдаешь, как через гостиную идет родовитый господин или как прогуливается по клетке диковинная птица. Стоило лишь разыграться воображение, и могло пригрезиться, что к такому оперению больше подошел бы птичий щебет. Он декламировал фразы, которые, как ему казалось, отражали дух времени в подражании манерам германтов. Но чем-то необъяснимым они напоминали де Шарлю. — Я оставлю тебя ненадолго, — сказал он, стоило госпоже Дамарсант отойти. — Мне надо немного поухаживать за матерью. Что же до любви, о которой он говорил беспрестанно, то речь шла не просто о любви к Чарли, хотя именно ее он и ценил. Какие бы чувства ни испытывал мужчина, он всегда заблуждается в том, с каким числом людей его что-то связывает, ибо ошибочно считает всякую дружбу связью. И это ошибка сложения. Также он ошибается от того, что полагает, что засвидетельственная связь исключает другую. И это вторая ошибка. Два человека могут сказать «любовница такого-то, я ее знаю», назвав два разных женских имени, и при этом не ошибется ни тот, ни другой. Женщина, которую мы любим, редко отвечает всем нашим запросам. И мы обманываем ее с другой, той, которую не любим. Что же касается любви, которую Сен-Лу унаследовал от господина де Шарлю, то муж, склонный к такой именно любви, обычно вполне способен осчастливить свою жену. Это правило общее. Но германты и здесь сумели составить исключение, ибо те из них, у кого была такая наклонность, стремились показать, что напротив любят только женщин. Они демонстративно появлялись то с одной, то с другой, приводя в отчаяние своих жен. Курвазье поступали более мудро. Юный Виконт де Курвазье считал себя единственным на земле от сотворения мира человеком, испытывающим влечение к представителям своего пола. Полагая, что это пристрастие внушено ему дьяволом, он боролся с ним, сочетался браком с очаровательной женщиной, сделал ей детей. Затем один из кузенов просветил его, что эта наклонность довольно распространена, и был настолько добр, что отвел его в те места, где ее можно было удовлетворить. Господин же Курвазье еще сильнее полюбил свою жену, так что даже удвоил прилежания в отношении потомства, и их ставили в пример как лучшую пару Парижа. Такого, правда, нельзя было сказать о Сен-Луф, потому что Робер, вместо того, чтобы довольствоваться гомосексуализмом, заставлял жену изводиться ревностью, ибо без всякого для себя удовольствия содержал любовниц. Возможно, необычайно смуглый мурель был необходим Сен-Лу, как сумрак к солнечному свету. Несложно представить себе в этой знатной семье умного и обаятельного, золотоволосого господина, обладающего всяческими добродетелями и скрывающего в тайниках души запретную страсть к неграм. Впрочем, Робер никогда не позволял затрагивать в разговорах ту любовь, которой оказывал предпочтение. Стоило мне обмолвиться, как он тут же отвечал, «Ну, я не знаю. С таким глубоким равнодушием, что у него падал монокль, я не имею об этом ни малейшего представления. Если тебе нужны сведения об этом, мой милый, советую тебе обратиться по другому адресу, что до меня, то я солдат, и этим все сказано. Насколько подобные вещи меня не интересуют, настолько же я увлечен Балканской войной». Когда-то и тебя интересовала этимология сражений. Я говорил тебе тогда, что схожие по типу битвы повторяются в совершенно отличных условиях. Взять, к примеру, замечательный опыт флангового окружения в битве при Ульме. 25-9, 20-10, 1805 между Наполеоновской армией и Австрийской под началом барона Карла Макка. Окруженный наполеоновскими войсками, барон был вынужден капитулировать, не дождавшись шедших на подмогу русских войск. И вот как бы своеобразной ни были нынешние сражения, битва при Люля-Бургазе — это повторение все того же Ульма с тем же фланговым окружением. Ноябрь 1919 года, Первая Балканская война. Вот предметы, о которых со мной можно говорить. Что касается упомянутых тобой вещей, то я в этом разбираюсь так же, как в санскрите. В отличие от Рубера, столь явно пренебрегавшего подобными темами, Жильберта, когда он уезжал, затрагивала их очень охотно. Разумеется, речь вовсе не шла о ее муже, потому что всего она не знала или притворялась, что не знает, но именно потому, что подобные вещи относились к другим, она и распространялась о них, то ли от того, что находила в этом косвенное оправдание поведения Рубера, то ли от того, что последний, как и его дядя, разрывался между суровым умолчанием и потребностью изливать душу и сплетничать, так что во многом мог ее просветить. Между прочим, не пощадил он и барона де Шетлю. Безусловно, это объяснялось тем, что Рубер, не говоря с Жильберта и о Чарли, не мог не повторять при ней того, о чем поведал ему его скрипач. И так получилось, что платил Морель своему былому благодетелю глубокой ненавистью. То, что Жильберта поощряло разговор на эту тему, позволило мне спросить, как бы проводя параллель, не было ли у Альбертины, имя которой я впервые услышал от Жильберты, ибо они вместе учились и дружили, подобной наклонности. Жильберта ничего не смогла мне об этом сказать. Впрочем, все это давно перестало меня интересовать. Но я продолжал задавать вопросы механически, подобно старику, потерявшему память и время от времени, спрашивающему, нет ли известий от умершего сына. Любопытно, и в этом я не могу разобраться, что в то время все те женщины, которых любила Альбертина, и которые могли заставить ее сделать, что хотели, требовали, клянчили, а, смелюсь сказать, вымогали, если не дружбы, то каких-либо отношений со мной. Мне больше не нужно было посылать деньги госпоже Бонтан, чтобы она отправила ко мне Альбертину. Это обратное движение жизни, произошедшее именно тогда, когда оно уже не имело никакого смысла, глубоко опечалило меня. Не из-за Альбертины, которую я встретил бы без радости, вернись она теперь уже не из Турена, а с того света, но из-за того, что женщину, которую я любил, я никогда уже не увижу. Я говорил себе, что если она умрет, или я разлюблю ее, все, кто мог бы приблизить меня к ней, падут к моим ногам. Пока же я тщетно пытался влиять на них, ибо меня не излечил опыт, который я никак не мог усвоить, если опыт вообще может чему-то научить, что любовь, это та несчастная судьба из сказки, с которой ничего нельзя поделать, пока волшебство не развеется. У меня как раз есть книга, где говорится о чем-то таком, сказала мне Жильберт. Это старина Бальзак, златоокая девушка. Я в нее погружаюсь, чтобы дорасти до своих дядьев. Роман написан в 1835 году. Ну, это бессмысленно. Невероятно, это настоящий кошмар. Впрочем, за женщиной, наверное, можно присматривать другой женщине, но никогда мужчине. Вы ошибаетесь. Я знал одну женщину. Человеку, который ее любил, удалось ее заточить. Она не могла ни с кем встречаться и выходила только с преданными слугами. О, это, наверное, внушает вам ужас, ведь вы так добры. Мы как раз говорили с Робером, что вам необходимо жениться. Женить бы исцелило бы вас, и вы составили бы счастье вашей жены. Нет, у меня невыносимый характер. Какой вздор, уверяю вас. Впрочем, я был обручен, но я не смог, да она и сама отказалась, из-за моего характера, нерешительного и придирчивого. Так в упрощенной форме я сам расценивал мой роман с Альбертиной. Теперь, когда смотрел на него не иначе, чем со стороны. Мне было грустно думать, поднимаясь в мою комнату, что я так и не добрался до Кембрийской церкви, которая словно бы ждала меня в зеленой гуще окна, залитые фиолетом. Я говорил себе, ничего не поделаешь как-нибудь в другой раз, если буду жив, не видя других помех, кроме смерти, и не представляя себе, что может исчезнуть церковь, которая, оказалось, после моей смерти простоит столь же долго, сколько стояла до моего рождения. Но однажды я все-таки заговорил с Жильбертой об Альбертине и спросил, любила ли та женщин. Да нет, нисколько. Но вы ведь говорили когда-то, что у нее дурные манеры. Я так говорила? Вам должно быть померещилось. Во всяком случае, даже если я и говорила, то вы ошибаетесь, вы все перепутали, ибо я говорила о ее похождениях с молодыми людьми. Впрочем, в таком возрасте не думаю, чтобы они заходили слишком далеко. Возможно, Жильберта говорила это, чтобы скрыть от меня, что и сама она, со слов Альбертины, любила женщин, и даже делала Альбертине двусмысленные предложения. Или же, ибо другие зачастую лучше осведомлены о нашей жизни, чем нам это представляется, она знала, что я некогда любил, ревновал Альбертину. Другие могут знать больше правды о нас, чем мы полагаем, но распространяя свое знание слишком далеко, ошибаться, производя несоразмерные предположения, тогда как мы надеялись, что они далеки от истины именно из-за отсутствия каких бы то ни было предположений. И, полагая, что чувства мои не угасли, пыталась по доброте душевной отвести мне глаза с помощью уловок, всегда готовых для ревнивца. Во всяком случае, слова Жильберта, начиная с давешних, дурных манер, кончая сегодняшним сертификатом о пристойной жизни и благонравии, полностью опровергали утверждение Альбертины, которое, в конце концов, чуть ли не созналось мне, что ее отношения с Жильбертой были довольно странными. Альбертина удивила меня этим, как и тем, что говорила мне Андре, «Ибо, поверив поначалу, еще не будучи хорошенько знаком со всей этой компанией в их развращенность, я убедился потом в ошибочности моих первых предположений, как часто случается, когда порядочную девушку, невинную и целомудренную, в обществе вначале принимают за олицетворение порока». Ошеломляющее впечатление молодости, задора, легкости, буйства, неблагопристойности и тому подобное производит стайка на благовоспитанного героя в романе «Под сенью девушек в цвету». Позднее он разуверяется в своих первоначальных впечатлениях, однако спустя еще некоторое время «Герой убеждается, что был прав». Вероятно, автор таким образом проводит мысль об относительности каких-либо оценок, относительности попыток называть вещи какими-то именами, равно как и мысль о том, что все наши предположения могут оказаться и верными, и неверными разом. Чуть ниже он выступит с безоговорочным осуждением полного релятивизма. Это, однако, не мешает ему быть весьма последовательным его проповедником, находя относительность в вещах, казалось бы, абсолютных. Затем мысль моя проделала обратный путь, вновь вернувшись к первоначальным предположениям. Но, может быть, Альбертина сказала так, чтобы казаться опытней, чем была, чтобы ошеломить меня в Париже своей развращенностью, как некогда в Бальбеке ошеломила добродетелью, и все ради того, чтобы, когда я сказал ей о женщинах, которые любят женщин, делать вид, что она знает, что такое бывает. Так, понимающие, кивают, когда в разговоре заходит речь о Фурье или Тобольске, еще не имея представления о том, что это такое. Имеется в виду, скорее всего, Шарль Фурье, 1772-1837, утопический социалист. Тобольск, город в Сибири, попал в поле зрения писателя, по-видимому, в связи с пребыванием там семьи Николая II. Быть может, она жила подле подруги мадемуазель Вентей и Андре, отделенные от них глухой стеной, а те считали, что она не такая и, будучи еще совсем неопытной, так женщина выходит замуж за писателя, чтобы повысить свой культурный уровень, в угоду мне, отвечая на мои вопросы, рассказывала о них, пока не поняла, что я делаю это из ревности и не дала заднего хода. В том случае, если Жильберта говорила правду, мне даже пришло в голову, что именно от нее, узнав о тех отношениях, что сложились на курсах, отношениях такого рода, какие его и интересовали, а также, что она отнюдь не чуждалась женщин, Робер и женился на ней, предвкушая радости, которые собирался делить отнюдь не с ней, а с другими. Любая из этих гипотез была небеспочвенна, ибо среди женщин, подобных дочери Одетты, или девушек, сбившихся в стайку, встречается такая развращенность, такое совмещение противоположных наклонностей, и даже эти наклонности проявляются не в одно время, так что они легко переходят от связи с женщиной к любовной страсти к мужчине, и распознать их истинные и превалирующие над другими предпочтения не так-то просто. Я не взял у Жильберты златоокую девушку, раз уж она ее читала, но в последний вечер, проведенный у нее, она дала мне почитать перед сном книгу, вызвавшую живые, хотя и противоречивые впечатления, впрочем, недолго меня занимавшие. Это был том неизданного дневника Ганкуров. Ганкуры братья Жюль 1830-1870 и Эдмон 1822-1896. Судя по описанным в этом месте дневника событиям, отрывок принадлежит Перу Эдмона. Дневник, монументальный памятник жизни Ганкуров, полностью был издан только в 50-х годах, вполне понятно желание писателя порадовать поклонников их дара новым неизвестным фрагментом. Следует отметить, что отрывок дневника был закончен Прустом уже после получения Ганкуровской премии в 1919 году, и таким образом отчасти это своего рода благодарность, свидетельство признания, преемственности, связи времен. И когда, прежде чем потушить свечу, я прочел отрывок, приведенный мною ниже, отсутствие во мне предрасположенности к литературе, которое стало когда-то понятным в стороне германтов, и в котором я утвердился в нынешний приезд, оканчивавшийся этим последним вечером, вечером предотъездной бессонницы, когда, сбросив отцепенения отмирающих привычек, мы пытаемся размышлять о себе, показалось мне чем-то не таким уж горестным, поскольку литература далека от глубоких истин. В то же время мне стало грустно, что литература была не тем, во что я верил. С другой стороны, не столь горьким показалось мне то болезненное состояние, которое вскоре привело меня в клинику, раз уж прекрасные вещи, о которых говорится в книгах, не более прекрасны, чем то, что мне довелось увидеть. Но из странного противоречия теперь, читая об этом, я захотел все увидеть воочи. Вот те страницы, что я прочел, пока усталость не смежила мне веки. Позавчера залетает сюда Вердюрен, чтобы пригласить меня на ужин к себе, давнишнему критику-ревью, автору книги о Буистлере, где мастерство, колористика американца по происхождению зачастую подается с большой тонкостью поклонникам всех изысканностей, всех изящностей нарисованных вещей, каким и является Вердюрен. Перед нами пародия, исполненная мастером. Пародии на Бальзака, Флобера, Ренана, Сен-Симона печатались им в Фигаро. Но следует учитывать, что, несмотря на то, что ее безжалостность во многом справедлива, она все-таки несколько утрирована. Синтаксис гонкуров подчас запутан и невразумителен, но не до такой степени. Гонкуры конструируют неологизмы, но не столь абсурдные. Следует также отметить многие совпадения взглядов гонкура в этом отрывке и самого Пруста, а равно и противоречия. Гонкур не писал бухулу на Фромантена и так далее. Уистлер Джеймс 1834-1903 американский художник был близок импрессионистом. Фромантен Эжен 1820-1876 художник и писатель. И пока я одевался, чтобы следовать за ним, я услышал от него целый рассказ, в котором мне почудилась робкая, сбивчивая исповедь об отказе писать сразу же после женитьбы о Мадлен Фромантен на отказе, вызванном привычкой к морфину, приведшем, по словам Вердурена, к тому, что большая часть завсегдатая в салоне его жены и не подозревает, что муж когда-то писал и все говорят о Шарле Блане, Сен-Викторе, Сен-Бёве, Бутри, как о людях, которым, как они полагают, он, Вердурен, бесконечно уступает. Мадлен героиня произведения Фромантена Доминик 1862 год прообразом, который послужила будущая госпожа Вердурен. Ну, Ганкур, вы-то знаете, да и Готье это знал, что мои салоны это нечто другое, не то, что жалкие старые мастера, почитаемые как шедевр в семье моей жены. Книга Старые мастера 1876 упоминаемые ниже посвящена фламандской живописи. Затем в сумерках, когда башни Трукадеро были озарены последним пламенем заката, отчего стали неотличимы от башенок на тортах, обмазанных смородином желе, беседа продолжилась в коляске, которая должна была отвезти нас на набережную Конти, где и находился особняк, который, по словам хозяина, был некогда пристанищем венецианских послов. И в нем была курительная комната, которая, как сказал Вердурен, была устроена на манер тысячи и одной ночи. Ее обстановку привезли из одного известного палаццо, название которого я забыл, палаццо, где был колодец, на котором было изображено увенчание Богоматери, и это, по убеждению Вердурена, была одна из прекраснейших работ Сансовино, так что, по его словам, гостям нравилось стряхивать в него пепел с сигар. Андреа Сансовино около 1467-1529 флорентийский скульптор-архитектор работал в Венеции. Шарль Блан 1814-1882 академик, затем профессор эстетики в Коллеже Франс, Сен-Виктор 1825-1881 критик, преимущественно театральный, его перу принадлежат также статьи о литературе и живописи, Шарль-Огустен Сен-Беов 1804-1869 критик, как и псевдо-гонкур, убежденный, что для понимания произведения особую ценность имеют анекдоты о его создателе. Напомним, что перу Пруста принадлежит сочинение против Сен-Беова. Бутри 1830-1890 критик, друг Гонкура Теофиль Готье 1811-1872 поэт И честное слово, когда мы приехали в сине-зеленой неопределенности лунного света, подобного тому, в каком на классических полотнах изображают Венецию, где силуэт института наводит на мысли о салюте на картинах гвардии. У меня даже сложилось впечатление, что я у Парапета Канале Гранде. Институт Приют Пяти Французских Академий Санта-Мария Делла Салюте Венецианский собор, возведенный в благодарение за избавление от чумы, начат в 1631 году Валтасаром Лонгеной, освещен в 1687 году, величествен, массивен, расположен прямо у Большого Канала, Канале Гранде. Франческо Гварди, 1712-1793, художник, представитель Венецианской школы, в постоянной экспозиции музея изобразительных искусств имени Пушкина, на одной из его картин есть изображение Санта-Мария Делла Салюте. И это впечатление усилилось от особняка, второй этаж которого не был виден с набережной, и напоминание хозяина дома о том, что, по его словам, улица называлась Барочная. Дурак я, что сам не додумался. Название это происходило от Барки, на которой монахини прежних лет, Мирмионки, переправлялись на службу в Нотр-Дам. Дочери или сестры милосердия. Община была основана в 1634 году святым Винцентом де Полем. Вот он, квартал, где мне довелось бродить в детстве, когда здесь жила моя тетка де Курмон. Однако какая возлюбовь охватывает меня, когда я вижу чуть ли не рядом с особняком Вердуренов вывеску маленького Дюнкерка, одну из редких ловчонок, сохранившуюся лишь в карандашных виньетках и лессировках Габриэля де Сент-Бена, когда любознательный XVIII век запечатлевал эти моменты праздности, торгуя французскими и заграничными безделушками и всем тем, что производится новейшего в искусстве, как написано в одном счете маленького Дюнкерка, счете, гравированным оттиском которого, полагаю, обладаем лишь мы, Вердурен и я, и которые представляют собой один из редких шедевров, украшенный орнаментом бумаги. На такой бумаге эпохи Людовика XV делала подсчеты под шапкой, представляющие взволнованное море, нагруженное судами, море с барашками волн, похожее на иллюстрацию кустрицы и сутягом в издании Фермье Женеро. Возлюбовь, неологизм, обозначающий повторное появление чувства любви, изобретен самими гонкурами. Маленький Дюнкерк, мелочная парижская лавка, располагавшаяся на углу улиц Менар и Ришелье. Габриэль де Сент-Обен 1724-1780 Французский график и рисовальщик Устрицы и сутяги Ла Фонтен Том 9 Басня 9 Басня Ла Фонтена в издание Фермье Женеро не выходили. Хозяйка дома, что сейчас усадит меня рядом с собою, говорит мне любезно, что украсила стол лишь японскими хризантемами. И хризантем расставлены в вазы, а вазы редчайшие шедевры, и каждая в своем роде. Сделанные из бронзы, они листками красноватой меди обозначают словно живой листопад цветка. Был там доктор Котар, жена его, польский скульптор, Веродобецкий, коллекционер Сван, знатная русская дама, княгиня, имя которой на Оф я забыл, и Котар шепнул мне на ухо, что это она в упор палила в эрцгерцога Рудольфа, если верить которой в Галиции и на севере Польши я так известен, что девушка не соглашается выйти замуж, если ее жених не восхищается Фостеном. Эрцгерцог Рудольф 1858-1889 сын Франца Иосифа, героя Музиля, и Елизаветы, героини Висконте. Двойное самоубийство его и 17-летней буронессы Марии Ветцера вошло в светский фольклор. Обстоятельства покушения на него княгини проясняет запись в черновике Пруста Рудольф, которому она была обручена. Однако, судя по всему, разговор происходит еще до этих печальных событий, и последующую популярность Рудольфа Гонкур предвосхищает. Попав к Вердюренам, Сван узнает о недавних сложностях на похоронах Гамбетты 1882-й. В роковой вечер с Форшвилем упоминается, что почти год Сван почти никуда не ходил помимо Вердюренов. То есть Гонкур посетил Вердюренов примерно в 1883-м году. Актриса Фостен Роман Гонкура 1882-й год. «У вас на Западе совсем этого не понимают», бросила как бы в заключение княгиня, которая, поверьте, произвела на меня неотразимое впечатление своим возвышенным умом, такое проникновение писателя в интимную жизнь женщины. Мужчина, аккуратно выбритый, с бакенбардами, как у метродотеля, высокомерно декларирующий шутки университетского преподавателя, снисходящего до своих лучших учеников ради Дня Святого Карла. Это брешо из университет. Карл Великий, 742-й, 814-й, святой покровитель высших учебных заведений. День его поминовения отмечают 28 января. Когда Вердурен произнес мое имя, он ничем не выдал, что знает наши книги. И это вызвало во мне бессильную злость, возбужденную заговором, который организовала против нас Сорбонна, тем самым привнеся даже в любезное жилище, где меня принимали враждебность, противодействие и намеренное умолчание. Мы подошли к столу и обнаружили там необычайную вереницу блюд, являвших собой шедевр искусства по изготовлению фарфора, эти любители которых усложженное внимание поглощало наиприятнейшую художественную болтовню во время нежнейшей пищи. Тарелки юнчина с оранжевыми краями, голубоватой наполненностью слегка опривятшего речного ириса, с зарей, перечеркнутой вот шукраска стаями зимородков и журавлей, с зарей в тех же утренних тонах, что ежедневно смотрит в очи бульвару Мон-Моранси, будя меня. Саксонские тарелки, исполненные изящной слащавости, в расслабленности анемии роз, обращенных в фиолет, в красно-лиловой раскромсанности тюльпана, в рукоко гвоздик и незабудок, севрские тарелки, покрытые решеткой тонкой гильошировкой белых желобков, с золотой мутовкой и завязывающейся на тестовой плоскости дна изящной выпуклостью золотой ленты. Наконец, все это серебро, где струятся люсьенские мирты, которые признала бы дюбари. Юн Чин имеется в виду император Ши Цзун, третий из маньчжурской династии Цин, 1678-1735 правил в 1722-35 годах. Дюбари Мария Жанна, 1743-1793 графиня, последняя любовница Людовика XV. В Лусиене, ныне Луисиен, недалеко от Парижа, находился ее замок. Признала бы, вероятно, благодаря Готьеру, о котором Гонкур упомянет ниже. И что должно быть не менее ценно, это ни с чем не сравнимое качество подаваемых блюд. Пища состряпана искусно в лучшем павишском духе. Необходимо сказать, просто восхитительно. Такого не встретишь на самых изысканных ужинах она напомнила мне об искусстве некоторых поваров в Жанд-Ор замок на Маасе, где Гонкур был в 1881 году. Взять хотя бы гусиную печенку, не имеющую никакого отношения к тому безвкусному месиву, которое обычно под этим названием подают. Я знаю не так уж много мест, где обыкновенный картофельный салат имел бы хрусткость японских пуговиц слоновой кости и матовость костяных ложек, которыми китаянки поливают водой только что пойманную рыбу. В венецианском стекле предо мною роскошная красная бижутерия, необычайная леувийская, приобретенная по случаю на распродаже у господина Монталиде. Оно забава для воображения глаз и даже не побоюсь сказать для воображения того, что называлось некогда глоткой при виде подаваемого калкана, который ничуть не похож на тех видавших виды калканов, что подаются к самым роскошным столам, отчего их затянувшееся путешествие оказывается запечатленным проступившими на их спинах костьми. Не такого калкана, какого подают в том липком тесте, что под названием белый соус готовит шеф-повара в известных домах, но такого, какой может явиться лишь под настоящим белым соусом, изготовленным на масле по пять франков за фунт. Леовийская, сорт Бордо, Монтелеве, глава кабинета министров при Луи Филиппе. Следить, как подают калкана на прекрасном блюде чинхона, пронизанном пурпурными царапинами солнца, заходящего над морем, где сквозит веселая навигация стайки лангустов в столь необычно исполненных шероховатостях, что кажется, будто они были процарапаны на панцирях вживую. Чинхон Речь идет не об императоре, но о дзин-де-джейнском фулянском фарфоре той же маньчжурской династии. Блюде, на краю которого нарисовано, как юный китаец ловит на удочку рыбу с восхитительным перламутром блестящим цвета серебристой лазуря животом. И когда я сказал Вердюрену, сколь должно быть деликатна радость, заключенная для него в изысканном принятии пищи из коллекции, какую не каждый принц может сегодня позволить себе в стенах своего дома, хозяйка бросила меланхолично. Сразу видно, вы его совсем не знаете. И затем рассказала, будто муж ее странный маньяк, безразличный к изящному. Маньяк, повторила она, безусловно маньяк, которого больше радует бутылка сидра, выпитая с каким-нибудь сбродом в прохладе нормандской фермы. И очаровательная женщина, словами исполненными истинной любовью к колориту местности, поведала нам с энтузиазмом перехлестывающим через край о той Нормандии, где они жили. Нормандии, что представляет собой словно необъятный английский парк, с благоуханием девственных лесов в духе Лоренса, бархатистостью криптомерий, с фарфоровой каймой розовых гортензий вокруг лужаек, со смятыми розами, оказавшимися на пути местных крестьян, где инкрустация двух обнявшихся грушевых деревьев напоминает значок, украшенный орнаментом, наводит на мысль о свободном движении цветущей ветки на бронзе канделябра Готьера. Лоренс Томас 1769-1830 английский художник Готьер 1740-1806 чеканщик его работы в Люсьене произведены для госпожи Дюбари. Нормандия, о которой словно и не подозревают отдыхающие парижане, и которую защищает от них каждый забор каждого земельного участка, и ворота каждого из этих заборов, по признанию вердуренов, не для всякого открывались. В конце дня, в сонном сумраке всех цветов, когда свет падает разве с моря, почти из твороженного, голубоватого, как молочная сыворотка, ничего вы о море не знаете, неистово возражала моя собеседница в ответ на мое сообщение, что Флоберде возил нас с братом в Трувиль. Абсолютно ничего. Надо поехать со мной, без этого вы никогда ничего не узнаете. Они возвращаются сквозь заросли тюлевых роз, которыми прикинулись рододендроны. Их опьяняет запах сординерии, который вызывает у ее мужа отвратительные приступы астмы. Да, настаивала она именно так, настоящие приступы астмы. Туда следующим летом они собирались вернуться, чтобы приютить целый отряд художников в некоем восхитительном средневековом жилище, устроенном под древний монастырь, и все это даром. И честное слово, когда я слушал эту женщину, которая, даже имея богатый опыт общения с такой изысканной средой, сохранила в своей речи резкость, характерную для речи женщины из простонародья, слова, показывающие вам вещи такими, какими вы видите их сами. У меня чуть было слюнки не потекли от разговоров о том житье, ведь она пообещала отвезти меня туда, туда, где каждый работает в своей келье, туда, где в просторной гостиной с двумя каминами, все собираются перед завтраком для изысканной беседы в перемешку с легкими играми. Все это пробудило во мне воспоминания о шедевре Дидро. Письма к мадемуазель Волан. Дени Дидро, 1713-1784, писатель-философ, Софи Волан, приятельница философа, с которой он состоял в переписке. Письма Дидро полны воодушевления в духе эпохи просвещения. Затем после завтрака все выходят, даже в непогоду, под палящий зной, сверкающий ливень, ливень, линующий своим светлым потоком узловатости прекрасных аккордов столетних буков, демонстрирующих перед оградой растительную красоту, столь почитаемую XVIII веком, и кустов, задерживающих на своих ветвях, как цветущие бутоны капли дождя. Они останавливаются послушать нежного шлепа, влюбленного в свежесть, снегиря, купающегося в прелестной крошечной ванне из Нимфенбурга, венчики белой розы. Нимфенбург, завод в Баварии, выпускающий фарфор с середины XVIII века. И когда я сказал госпоже Вердюрен о нормандских цветах и пейзажах на нежных пастелях Альстира, она бросила сердито, вскинув голову. Именно я всему его научила, знаете это, всему, показала занятные местечки, все эти сюжеты, и я сказала ему об этом, когда он нас покидал, не так ли, Огюст? Все сюжеты, какие вы можете у него найти, предметы-то он знал всегда, если быть справедливым, этого нельзя не признать, но цветы он никогда не понимал, он не мог отличить просверняк от мальвы, и именно я ему показала, можете себе представить, какой из себя жасмин. Надо признать, есть что-то забавное в том, что мастер цветов, которого почитатели искусства называют сегодня лучшим, превзошедшим даже фонтенло тура, может быть, если бы эта женщина никогда бы не нарисовал жасмин. Фонтен-Латур Анри 1836-1904 Академический художник Мастер Цветов Да, говорю я вам, жасмин, все розы, что он рисовал, он рисовал у меня, или я ему их приносила, мы называли его не иначе, как господин тиш. Спросите у Котар, Брешо, у всех других, считали ли его у нас великим человеком? Да он сам бы над этим посмеялся. Я научила его располагать цветы. Сам он поначалу не мог с этим справиться. Он не мог даже составить букета. Ему не хватало врожденного вкуса. Мне приходилось говорить ему, нет, не рисуйте этого. Это того не стоит, рисуйте вот это. Ах, если бы он так же слушал нас при обустройстве своей жизни, как при расположении цветов, если бы он не заключил этот постыдный брачный союз. и внезапно вспыхнувшие глаза, мечтательно устремившиеся к прошлому, нервический задор, словно одервеневшие в бархате рукавов пальцы, все это совершенно не соответствовало позе, выражавшей страдания, и напоминало восхитительное полотно, какое, кажется, мне и не могло быть написано. В этом портрете читались и сдерживаемое возмущение, и гневная обидчивость друга, оскорбленного в своей деликатности и женской стыдливости. И тогда она рассказала нам об удивительном портрете, сделанном Эльстиром для нее, портрете семьи Котаров, портрете, переданном ею в Люксембург после ссоры с художником, поведав, что именно она подарила Эльстиру мысль нарисовать мужа во фраке, чтобы показать всю эту прекрасную кипень белья. И именно она выбрала бархатное платье для жены, платье, явившееся основой цвета среди яркой переменчивости светлых оттенков, ковров, цветов, фруктов, газовых платьев девочек, подобных пачкам балерин. Переданным ею в Люксембург скорее всего она передала полотно Эльстира Национальному музею Люксембурга. Кажется, именно она подала идею написать, как прихорашивается женщина, воплощенную теперь и составившую славу художника. Первоначально мысль ее будто бы состояла в том, чтобы изобразить женщину неразряженной, но застигнутой в интимную минуту повседневной жизни. Я так ему и сказала, ведь в женщине, которая причесывается, вытирает лицо, греет ноги, не думая, что на нее смотрит, таится тьма интересных движений, полных леонардовской грации. Но по знаку Вердюрена, отметившему излишнюю эмоциональность, вредную для столь нервной особы, какой в действительности была его супруга, Сван стал указывать на восхитительное колье из черных жемчужин, надетая на хозяйке дома, которое она приобрела у одной родственницы госпожи для Лафайет, которой колье, кажется, было подарено Генритте английской. Жемчуга стали черными в результате пожара, который уничтожил часть дома, где жили Вердюрены, на улице, название которой я позабыл, пожара, на месте которого и был обнаружен ларчик, где хранились эти жемчуга, и тогда оказалось, что они почернели. Я знаю, эти жемчуга нарисованы на шее той самой госпожи Де Лафайет. Да, точно, на том портрете именно они настаивал Сван перед нескрывающими своего удивления гостями. Их точные описания можно найти в коллекции герцога Германта. В коллекции не имеющей равных в мире возглашал Сван, на которую хорошо бы взглянуть. В коллекции унаследованной знаменитым герцогом от своей тетки госпожи Де Борис Жан. Он был ее любимым племянником, А прежде она принадлежала госпоже Дасфельд, сестре маркизы де Вильпаризи и принцессе Дминоверской, где мы с братом некогда так любили очаровательного карапуза Базена, как звали герцога в детстве. Тут доктор Котар, не без деликатности, показавший его благовоспитанность, обратился к истории с жемчугами, сообщив нам, что катастроф такого рода производят в мозгу человека искажения, подобные тем, что наблюдаются в неодушевленной материи. И философски, и воистину более тонко, чем то могли сделать прочие врачи, рассказал о коммердинере госпожи Вердурен, чуть было не погибшим в том ужасном пожаре и ставшим в результате совсем другим человеком, так что даже почерк его изменился настолько, что первое письмо, полученное от него хозяевами в Нормандии, в котором сообщалось о происшествии, было принято ими за мистификацию какого-то шутника. Не только почерк, но и сам он, по словам Котара, из человека трезвого превратился в столь отвратительного пьяницу, что госпожа Вердурен вынуждена была его рассчитать. И тут рассуждения по изящному мгновению хозяйки дома переместились из столовой в венецианскую курительную залу, где Котар поведал нам об известных ему случаях раздвоения личности, приведя в качестве примера рассказ об одном из своих пациентов, с коим он даже любезно предложил как-нибудь меня познакомить. Достаточно тронуть его виски, сказал он, и в нем пробуждается какая-то иная жизнь, в которой он ничего не помнит о первой, да так, что, будучи определенно порядочным человеком, он много раз арестовывался за кражи, совершенные им в другой жизни, в которой был последним негодяем. На это госпожа Вердурен тонко заметила, что медицина могла бы помочь театру показывать на сцене более правдивые сюжеты, в которых забавная путаница основывалась бы на ошибках, связанных с патологиями, и это как нить за иглой, потянула госпожу Кутар рассказать, что нечто подобное уже написал один прозаик, чьи произведения так любят читать по вечерам ее дети Стивенсон из Шотландии, на что Сван решительно заявил, «Но это ведь великий писатель Стивенсон, я вас уверяю, господин Гонкур, воистину великий, равный среди величайших». Стивенсон Роберт Льюис 1850-1894 английский писатель, автор романа «Остров сокровищ» 1883 И когда, восхищаясь кессонами с гербами в плафонах, перевезенными из палаццо Барберини, я позволил себе выразить сожаление по поводу того, как сильно потемнела пепельница от наших гаванских сигар, Сван рассказал, что подобные пятна свидетельствуют, если судить по книгам, имевшимся у Наполеона Первого и принадлежащим теперь, несмотря на его анти-бонапартистские взгляды герцогу Германту, что император жевал табак. Кутар, выказав свою любознательность и способность проникать в тайны вещей, заявил, что пятна эти совсем другого происхождения, совсем-совсем другого, авторитетно настаивал он, они от лакричных постилок, которые император всегда держал при себе, даже на полях сражений, чтобы успокоить боль в печени. Ибо у него болела печень, и это его и убило, заключил доктор. Я дочитал до этой страницы, завтра я уезжал. Впрочем, в этот час меня уже призывал иной хозяин, ежедневную службу, которому мы несем ровно половину нашей жизни. Мы исполняем обязанность, которой он принуждает нас, когда закрываем глаза. Каждое утро он возвращает нас другому хозяину, зная, что если бы не он, мы бы плохо тому послужили. Когда пробуждается сознание, бывает интересно узнать, что же мы могли делать у хозяина, который усыпляет своих рабов, прежде чем они вновь включаются в неотложные дела, и самые хитрые из нас, исполнив свои обязанности, тайком пытаются подсматривать. Но сон легко одерживает верх и скоро скрывает следы того, что мы так хотели бы увидеть. И уже столько веков мы ничего об этом не знаем. Итак, я закрыл дневник гонкуров. Что значит литература? Мне захотелось встретиться с котарами, выспросить у них кое-что об Эльстире, побывать в лавочке маленький Дюнкерк, если она еще существует, попросить разрешения посетить особняк Вердуренов, где я когда-то ужинал. Но я испытывал смутное беспокойство. Конечно, я не скрывал от себя, что не умею слушать и едва оказываюсь на людях, теряю наблюдательность. Старуха не показывала при мне своего жемчужного колье, и я не слышал, чтобы об этом говорили. Тем не менее, я знал всех этих людей. В их будничной жизни часто ужинал с ними, вердюренами, герцогом-германтом, котарами, и каждый из них казался мне столь же заурядным, как моей бабушке этот Базен, и она вряд ли догадывалась, что он и есть тот дорогой племянник, юный, восхитительный герой госпожи де Боссержан. В отличие от Ганкура, выдуманная Прустом мемуаристка, схожая с госпожой де Севинье. Все они были мне неинтересны. Я мог бы вспомнить бесчисленные пошлости, в которых они изощрялись. И неужели эта звезду зажжет в ночи? Гюго созерцание. Перед этим последним стихом автор перечисляет безобразие и несправедливости жизни на земле. Я решил на время не сосредоточиваться на возражениях, которые могли возникнуть у меня по поводу этой литературы, литературы Ганкуров, в которую я погрузился накануне отъезда из Тансон-Вилля. Даже не принимая в расчет невероятное простодушие, поразительное всем мемуаристе, я вполне мог не беспокоиться по целому ряду причин. Если говорить о том, что затрагивало меня лично, то моя неспособность смотреть и слушать, столь печально проиллюстрированная приведенными выше страницами дневника, не была всецелой. Жил во мне все же некий персонаж, более или менее умевший наблюдать. Но был он неопределенно временным, и возникал лишь тогда, когда мне открывалось нечто существенное, общее множество вещей. Это давало ему и хлеб насущный, и радость. Тогда ты этот персонаж видел и слышал, но именно на такой глубине, где наблюдение ничего не давало. И подобно тому, как геометр, освобождая вещи от чувственной субстанции, усматривает в них лишь линейный субстрат, так было и со мной. То, что рассказывали мне люди, от меня ускользало, ибо интересовало меня вовсе не то, что они хотели сообщить, но то, как они это делали, ибо так открывался их характер и смешные черты. Но был все же предмет, который можно назвать конечной целью моих изысканий. Он доставлял мне особую радость, и был равно интересен всякому человеку. Речь идет о тех случаях, когда я улавливал, что мое сознание, дотоли дремавшее, даже при видимости оживленного разговора, призванной скрывать от других полное духовное оцепенение, неожиданно делало стойку, как гончия, при этом то, к чему оно стремилось, например, точность в описании салона вердуренов в разных краях и в разное время, располагалось даже не в самой глубине, а как бы на отдалении по ту сторону видимости. Поэтому-то легко поддающееся описанию видимое очарование людей ускользало от меня, ибо я не способен был остановить на нем внимание, подобно хирургу, который, глядя на гладкий женский живот видит лишь болезнь, доставляющую страдания. Можно сказать, что я напрасно ходил на ужины, ибо гостей я не видел, потому что, когда смотрел на них, видел их насквозь. Из всего этого следует, что, изучая наброски, сделанные с приглашенных, я обнаруживал, что линии моего рисунка строились не на законах перспективы, а на законах психологии, при которых интерес к конкретному человеку не значил ровным счетом ничего. Может, у выполненных мной портретов не было достоинств лишь потому, что я сам не стремился их обнаружить? Если изображение выявляет достоверные черты, связанные с объемом, светом, движением, это означает, что такой портрет обязательно будет уступать тому, который не передает внешнего сходства, и в котором тысячи деталей, опущенные в первом, будут тщательно выписаны. Благодаря второму портрету можно будет восхититься красотой модели, столь отвратительной в первом, и все это будет иметь документальное и даже историческое значение, не являя при этом откровение искусства. Документальная и даже историческая ценность не представляет истины искусства. Пруст скрыто указывает на то, что Гонкур обошел вниманием, не отметив восхитительные черты, оставляющие неизгладимые впечатления, заключенные для читателей поисков в имени Вердюрены. Он зафиксировал взгляд на тысячи подробностей, не имеющих никакой цены для жизни. К тому же едва я появлялся в обществе, легкомыслие внушало мне желание нравиться и скорее забавлять, болтая, чем наставляться, слушая. Конечно, если я выезжал не за тем, чтобы узнать что-то о некоторых проблемах искусства или подкрепить болезненные подозрения, занимавшие прежде мой ум. Но я был не способен видеть то мысль, о чем еще не пробудилось во мне каким-либо чтением, то, что я мысленно еще не запечатлел в эскизе, чтобы потом сопоставить эскиз с реальностью. Не умея постичь природы таких вспышек, я грустил от мысли, что моя способность чувствовать и воображать до такой степени ослабла, что прогулки уже не доставляли мне удовольствия. Жильберта, понимавшая меня еще меньше, чем я сам, растравила мою печаль, удивившись тому, что так беспокоило меня. «Неужто вы ничего не испытываете?» говорила она, когда поднимаетесь вверх по той тропке, по которой уже взбирались когда-то. Но и сама она так переменилась, что я не считал ее больше красавицей, да она ею и не была. Пока мы шли, я смотрел, как изменилась местность. Нам приходилось то взбираться на холмы, то спускаться по склонам. «Мне нравилось болтать с Жильберты, правда, не обходилось без затруднений. Многие люди состоят из нескольких плохо совмещающихся слоев характера отца, характера матери. Ты натыкаешься то на один, то на другой». Впервые обращение к теме «Двуличные Жильберты» читатель найдет в первой части романа «Угермантов». Примерно половину действий своих героев, если упомянуты родители, просто объясняют наследственностью. По большому счету, такое объяснение всеохватно, если описываемое лицо не дает себе труда выйти из привычного пространства среды. На следующий день порядок наслоения меняется, так что в конце концов неизвестно, какой слой станет определяющим, на основе чего можно вынести окончательное суждение о человеке. Жильберта была похожа на те государства, с которыми не решаются вступать в союз, поскольку в них слишком часто меняется правительство. Но в сущности это неверно. Память наиболее последовательного человека опознавательна, она воспрещает ему изменять обязательствам, о которых он помнит, даже если он их и не подписывал. А что касается ума, то у Жильберты ум был живой, хотя и не без некоторой глупости, доставшейся ей от матери. Но в разговорах, которые мы вели во время наших прогулок, несколько раз меня сильно удивило нечто, не зависящее от глубины ее ума. Первый раз, когда она сказала, если бы вы не были так голодны, и если бы не было так поздно, то, повернув налево, а потом направо, менее чем через четверть часа, мы были бы у германтов. С таким же успехом она могла сказать, поверните налево, потом возьмите вправо, и вы прикоснетесь к неосезаемому, достигнете отдаленной недостижимости, о которой на земле было известно лишь направление, в каком следует, я и сам ведь когда-то верил, что могу узнать об этом разве у германтов, и, кажется, в какой-то мере не ошибся, ее искать. Еще я удивился, когда увидел исток Вивоны, который прежде представлялся мне чем-то таким же неземным, как врата ада, а оказался квадратной портомойней, где бурлили пузыри. И в третий раз я удивился, когда Жильберто сказал, если хотите, мы можем пойти как-нибудь к германтам через Мезеглис, это самая живописная дорога. Эти слова опрокинули все представления моего детства, ибо оказалось, что две эти стороны не были настолько несовместимы, как я когда-то полагал. Для юного героя эти стороны антиномичны. В какой-то мере можно представлять последний роман эпопеи как своего рода процесс слияния двух этих сторон, параллельное обретению ими их нового бытия в творчестве героя. Но больше всего меня поражало, что в этот приезд я так мало вспоминал прежние годы, что мне не очень-то хотелось вновь видеть Комбре, и что я находил Вивону узкой и некрасивой. И как-то раз Жильберта подтвердила те представления, которые сложились у меня прежде в стороне Мезоглиза. Это случилось во время одной из тех почти ночных прогулок, хотя они и совершались перед ужином, ведь она ужинала так поздно. Погружаясь в тайны прекрасной и глубокой лощины, устланной лунным светом, мы остановились на мгновение, словно два насекомых, готовых вот-вот забраться в сердцевину голубоватой чашечки цветка. Жильберта в тот момент должно быть была всего лишь обходительной хозяйкой, жалеющей, что гость вскоре уедет, и желавшей оказать ему побольше почести в этих местах, которые он, кажется, оценил, словами, в которых светская хитроумие умело сочеталось с молчанием, простодушием, воздержанностью, возъявлений чувств. Жильберта вынуждена поверить, что вы занимаете в ее жизни столь важные мест, как никто другой. Сам по себе взгляд с присущей ему односторонностью не может, если он не подходит к факту с уже готовыми установками, отделить предмет от других предметов, находящихся в поле нашего зрения. Сколько раз я не был уверен, что узнал об этом именно из дневника Гонкуров, оказывался я неспособным настраивать свое внимание на предметы или людей, только чтобы лицезреть которых. Потом, встретив их отрешенный образ запечатленным каким-нибудь художником, рискуя жизнью, пошел бы хоть на край свет. Вот когда мое воображение включалось и начинало живописать. И так бывало, что о человеке, рядом с которым зевал год назад, я думал с тоской, желая вновь повстречаться, неужели действительно невозможно его увидеть? Чего бы я не дал за это? Когда читаешь статьи о людях, людях света, где говорится, что они последние представители общества, которого уж больше нет, порой хочется воскликнуть, надо же, каким словословием, какими хвалами можно почтить столь незначительного человека. И как бы я жалел, что не знаком с ним, если бы только и делал, что читал газеты и журналы, если бы не знал его лично. Но я был достаточно искушен, чтобы читая газеты думать, какое несчастье, что когда гонялся за Жильберты и Альбертиной, я не уделил внимания этому господину. Я принимал за светского зануду, заурядного статиста, того, кто оказался значительным лицом. И страницы Ганкура заставили меня сожалеть о таком положении дел. Должно быть, мне следовало вывести из этого чтения, что жизнь учит нас не слишком ценить литературу и показывает, что то, что расхваливал писатель, немного стоит. Но с тем же успехом я мог заключить, что напротив, литература учит определять цену жизни, цену, обозначить которую мы оказались не в состоянии, так что лишь через книгу можем составить себе об этом представление. На худой конец можно утешиться и тем, что общество какого-нибудь Вентея или Бергота было не слишком приятным. Целомудренная буржуазность одного, несносность другого, вульгарная претенциозность Эльстира в начале его карьеры — все это не может свидетельствовать против них, ибо их гений проявился в их творениях. Дневник Гонкуров не оставил сомнений, что именно он был господином Тишем, своими речами некогда приводившим у Вердюренов в отчаяние Свана. Но какой герой не шокирует манерами и разговором художников своего круга, прежде чем подняться, как это было с Эльстиром и, как это редко бывает, на более высокий уровень. Разве не усеяны, к примеру, письма Бальзака вульгарными оборотами, которых Сван ни за что в жизни бы не употребил? И все же именно Сван, столь тонкий и свободный от всякого рода ненавистных нелепиц, скорее всего, был бы не способен написать кузину Бетту и сельского священника. И уже не имеет значения, точны ли мемуары, в которых сообщаются, как приятно их общество, или мы, которые это общество никогда не ценили, ибо если автор мемуаров и ошибся, это нисколько не умолит цену жизни, породившей гениев. Другой крайностью опыта было наблюдение, что любопытнейшие анекдоты из дневника Ганкуров неисчерпаемый источник, вечернее увеселение одинокого читателя, рассказанное ему гостями, не оставившими во мне следа воспоминания, хотя страницы дневника не могли не пробудить к ним живой интерес. Наивность Ганкура заключалась в том, что из того, сколь занимателен был анекдот, он делал вывод об исключительности человека его рассказавшего, в то время как невозможно не предположить, что и люди заурядные встречали в своей жизни или слышали что-то любопытное и рассказывали об этом окружающим. Ганкур умел слышать, умел и видеть. Я был на это не способен. Впрочем, все эти факты надо рассматривать отдельно. Господин Дегермант, конечно, не произвел на меня впечатления, наделенного всеми достоинствами юности человек, в то время как он пленил мою бабушку, так что она, благодаря мемуарам госпожи Дебо Саржан, считала его неподражаемым. Но необходимо помнить, что Базену было всего семь лет и что писательница была его теткой, а ведь даже мужья, подумывающие о разводе, расхваливают своих жен. Одно из самых замечательных стихотворений Сент-Беова посвящено появлению перед неким фонтаном некой девочки, увенчанной всеми добродетелями и прелестями, какие только возможны, юной мадемуазель де Шан-Платрэ, которой, кажется, не было тогда и десяти. Несмотря на нежное почтение, которое испытывала гениальная поэтесса графиня де Нуайль, к свекрови герцогини де Нуайль, урожденный Шан-Платрэ, неудивительно, что написанный ею спустя пятьдесят лет портрет сильно отличался от того, что принадлежал Перу Сент-Беова. Анна Элизабет де Нуайль, княгиня Бранко-Ван, графиня Матье, 1876-1933, одна из ведущих литературных фигур довоенной Франции. Но что, пожалуй, волновало больше всего, так это существование людей, не похожих ни на тех, ни на других, которым, что ни говори, есть что вспомнить помимо занятных анекдотов. И в то же время о них невозможно, как в случае с Вентей и Берготами, судить по их произведениям, ибо они ничего и не создали, так как всего лишь, к большому удивлению, окружающих, находивших их столь заурядными, вдохновляли других. Добро еще, что гостиная, которая в музейном антураже вызовет впечатление величайшего со времен полотен возрождения изящества, была гостиной смешной мещаночки, с которой, не зная я ее, я мечтал бы, замерев перед картиной, соприкоснуться в реальности, надеясь, что она расскажет о самых драгоценных секретах искусства художника, о которых полотна его умолчали, в то время как этот пышный шлейф из бархата и кружев, полотно по своим художественным достоинствам, сравнимое с лучшими полотнами Тициана. Если бы я только понимал тогда, что подобный человек отнюдь не высшее воплощение духовности, образованности, общительности, ибо человек этот сумел как в зеркале отразить в творчестве свою жизнь, даже если она заурядна, так что стал Берготом, современники не находили в нем такого же ума, как у Свана, и такой же учености, как у Бреуте, а ведь с большим основанием это же можно сказать и о моделях художника. Если художник, взыскующий красоты, обладает мастерством, моделями его чаще всего будут люди, хоть немного более состоятельные, чем он, и он найдет у них все, чего недостает в его мастерской непризнанного гения, продающего свои полотна по пятьдесят франков за штуку, гостиную с мебелью, обитой изношенным шелком, множество ламп, прекрасных цветов, дивных фруктов, изысканных платьев. И это будут люди незначительные, во всяком случае, они могут показаться таковыми людям по-настоящему исключительным, и не подозревающим о существовании этих незначительных людей, в то время как у последних, по причине их доступности больше возможностей познакомиться с неведомым художником, оценить, приглашать к себе, покупать его полотна, чем у аристократов, заказывающих свои портреты, подобно папе и главам государств, у академических живописцев. Не может ли так случиться, что потомки откроют для себя поэзию элегантного дома? Прекрасных одеяний нашей эпохи скорее в салоне издателя Шарпантье кисти Ренуара, чем в портрете принцессы де Саган или графини де Лорфуко работы Кота или Шаплена. Шарпантье известный прогрессивный издатель. Первый успех Ренуара в салонах был связан с семейным портретом Шарпантье его жены и детей. Художники, оставившие нам неподражаемые образцы изящества, не всегда могли передать его в портретах самых изысканных людей эпохи. Последние редко заказывают свое изображение безвестным поклонникам прекрасного. Они не в состоянии распознать таковых из их полотен, ибо прекрасно искрыто от современников устаревшими шаблонами, наяву являющимися публике подобно тому, как у больного бывают видения. Однако заурядные люди, которых я знавал, не только служили моделями, они вдохновляли, давали восхищавшие меня дельные советы, так что кто-то из них появлялся на полотнах не в качестве модели, но в качестве друга, которого непременно хотелось написать. И это порождало вопрос, не от того ли мы сожалеем, что не знакомы со всеми этими людьми, что Бальзак вывел их в своих романах или в знак своего восхищения им их посвятил, что Сент-Бофф или Бодлер написали о них свои самые прекрасные стихи, тем паче, что такие, как Рекамбье и Помпадур казались мне фигурами небезинтересными и то ли из-за врожденного мне и доводившего до болезни свойства от переживания, что не могу встретиться снова с когда-то недооцененными мной людьми, то ли потому, что своим обаянием они обязаны были магии литературы, я пришел к тому, что стал читать совсем другие книги, утешаясь тем, что поскольку состояние мое ухудшалось день ото дня, я вынужден был порвать с обществом, отказаться от путешествий и музеев и отправиться на лечение в клинику. Больше эти мысли, которые то успокаивали, то усиливали сожаление о том, что я лишен литературных дарований, не приходили мне на ум. И так было очень долго. Впрочем, я совершенно оставил мысль о сочинительстве, так как уехал лечиться в клинику далеко от Парижа, где я пробыл до тех пор, пока там в начале 1916 года не стала ощутима нехватка медицинского персонала. Тогда я вернулся в Париж, сильно изменившийся с тех пор, как я его увидел в мое первое возвращение в августе 1914-го. для медицинского осмотра, после которого вновь отправился в клинику. В один из первых вечеров после моего возвращения в 1916-м я захотел послушать, что говорят о единственно волновавшем меня предмете, о войне. и после обеда отправился к госпоже Вердюрен, ибо она и госпожа Абонтан были королевами военного Парижа, наводившего на мысль о директории. Директория французское революционное правительство, наследовавшее террору и предшествовавшее Бонапарту 11.795-го 11.799-го Верхняя Палата Парламента из списков представленных Нижней выбирала пять директоров. Последние назначали всех остальных, что способствовало расцвету коррупции. Времена директории отличались экстравагантными модами свободой нравов излишеств досуга. Девушки, представительницы, словно на дрожжах возросшего поколения, непосредственной в своих проявлениях молодежи, ходили по улицам, водрузив на голову высокие цилиндрические тюрбаны, совсем как современница госпожи Тольен. Тольен 1773-1835 жена 1794 Жана Ламбера Тольена, одного из руководителей термидорианской реакции. Прозвище госпожи Тольен Нотр-Дам де Термидор. Из чувства гражданственности они носили темные, военизированные, прямые, египетские туники поверх очень коротких юбок. На ноги обували сандалии, напоминающие катурны Тольма, или высокие гетры, похожие на те, что носят наши дорогие бойцы. Франсуа Жозеф Тольма 1763-1826 французский трагический актер. Только затем утверждали они, чтобы радовать глаз бойцов, они надевали не только струящиеся платья, но и украшения, выполненные в военном стиле, которые изготавливались из материалов, имеющих непосредственное отношение к войне, да и делали их солдаты в окопах. Вместо египетского орнамента, напоминавшего о египетской компании, было модно носить кольца и браслеты, сделанные из частей снарядов или из обладки снаряда 75-го калибра. Зажигалки изготавливались из английской монеты, на которой солдат в своем укрытии ухитрялся нанести столь тонкую паутину, что профиль королевы Виктории, казалось, был выполнен пизанелло. Виктория 1819-1901 английская королева с 1837 года Антонио Дипуччо де Чаретто Пизанелло 1395-1455 художник медальер Это все потому еще говорили девушки, что они думают об этом все время и когда воины умирают в бою, они все это носят в траурной скорби, отмечая еще, что их скорбь смешана с гордостью, а потому не считалось зазорным носить шляпку из белого английского крэпа, такого прелестного, узаконивающего надежды, неколебимую уверенность в полной победе, заменить былой Кашемир Атласом и Шелковым Муслином и даже вернуться к жемчугам, по-прежнему сохраняя деликатность и выдержанность, о которых бессмысленно напоминать француженкам. Лувр, да и все другие музеи были закрыты, и когда в газете появлялся заголовок «Сенсационная выставка», можно было с уверенностью сказать, что речь шла не о картинах, а об одежде, впрочем, одежде, предназначенной для утонченных радостей искусства, которых парижанки так давно лишены. Итак, изящество и радость были вновь обретены. Изящество из-за недостатка искусства, пытавшегося оправдаться, как в 1793 году, когда художники, выставлявшиеся в революционном салоне, возглашали, что «напрасно эти аскетические республиканцы считают предосудительным то, что мы посвятили себя искусству, в то время, как объединившаяся Европа держат в осаде землю свободы». Также и в 1916 поступали кутюрье, которые, впрочем, с гордостью людей искусства признавали, что поиск нового, уход от банальности, утверждение индивидуальности, подготовка победы, открытие для послевоенных поколений новой формулы красоты, вот поставленная цель, преследуемая нами химера, в чем можно убедиться, зайдя на выставку, удобно расположившуюся на улице, где светлой и веселой нотой, со сдержанностью, приличным обстоятельством, заглушены печальные звуки этой поры, казавшиеся уж было неизбежными и навязанными обстоятельствами. Уныние минуты воистину могло возобладать над женской жизнерадостностью, если перед нами не было столько высоких примеров смелости и выдержки. Так что, вспоминая о наших воинах, мечтающих в окопах об уюте и элегантности для далеких возлюбленных оставленных у очага, привнесем еще больше воображения в процесс создания платьев, отвечающих потребностям моды. Мода. Само собой, поселилась главным образом в английских домах, то есть у союзников. В этом году все без ума от платья бочонком, веселая непринужденность которого отдает легким флером изысканности. Одним из самых счастливых последствий этой печальной войны, добавлял очарованный хроникер, все ожидали, что далее речь пойдет о возвращении потерянных провинций или пробуждении национального чувства, будут неплохие результаты в плане туалета, безопрометчивой роскоши из пустяков, из ничего сотворена элегантность. Платье из дома моделей, выпущенному во множестве экземпляров, в данный момент предпочитают платья, сделанные на заказ, потому что они обнаруживают характер, вкус и индивидуальные предпочтения каждого. Что до милосердия, то, принимая во внимание катастрофическое нашествие коллег, было совершенно естественно, что оно становилось все более изощренным. Это-то и обязывало дам в высоких тюрбанах в конце дня собираться на чай возле стола для бриджа с непременным обсуждением новостей с фронта, в то время как у дверей их ждал автомобиль, а на его подножке красивый военный болтал с рассыльным. Впрочем, новыми были не только шляпки, невероятно удлинившие женские лица. Новыми были и сами лица. Эти дамы в новых шляпках появились бог весть откуда, и они были цветом элегантного общества в течение шести месяцев, а то и двух, и даже четырех лет. Впрочем, для них это отличие было столь же важным, как для семейств типа Германтов и Ларош-Фуко во времена моих первых выходов в свет, документально подтверждаемые на протяжении трех или четырех веков дворянства. Дама, знакомая с Германтами с 1914 года, смотрела как на выскочку на другую даму, которая стала вхожа в салон лишь в 1916 и, приветствуя ее с великосветским видом, разглядывала в лорнет и строила гримасу, которая должна была означать, что еще неизвестно, была ли та когда-либо замужем. Все это мне претит, заключала дама 1914 года, желавшая, чтобы вереница принимаемых в салон оборвалась на ней. Эти новые лица, казавшиеся молодым очень старыми, а некоторым старикам, впрочем, посещавшим не только большой свет, вполне узнаваемыми и не так, чтобы уж новыми, развлекали общество не просто разговорами о политике и музыке, непременно в узком кругу. Им было совершенно необходимо, чтобы именно они определяли тема разговоров, ибо для того, чтобы вещи казались новыми, даже если они старые, а тем более, если они действительно новые, как в искусстве и медицине, так и в свете, необходимы новые имена. Кое-чем, впрочем, они действительно были новые. Так, госпожа Вердурен уезжала во время войны в Венецию, но поскольку такие, как она, избегали говорить о печальном и о чувствах, то, когда она заметила, что это было потрясающе, речь шла не о Венеции, Сан-Марко или дворцах, восхитивших меня больше всего и не представлявших для нее никакой ценности, а о впечатлении, об освещенном прожекторами небе, так что о прожекторах она даже сообщила сведения, подкрепленные цифрами. Так, из века в век возрождается своего рода реализм, как реакция на искусство, столь восхищавшее доселе. Салон Сент-Эверт стал обветшалой вывеской, так что присутствие величайших артистов и самых влиятельных в правительстве министров уже никого не привлекало. Зато послушать мнение секретаря такого-то или заместителя заведующего секретариатом такого-то сбегались к новым дамам в тюрбанах, крылатому и стрекочущему нашествию, которых не смог противостоять Париж. У дам первой директории была королева, юная и прекрасная, которую звали госпожа Тольен. У дам второй было две королевы, старые и безобразные. Их звали госпожа Вердурен и госпожа Бонтан. Кто мог бы упрекнуть госпожу Бонтан в том, что муж ее сыграл в деле Дрейфуса столь жестко раскритикованную эхом Парижа роль? Вся палата депутатов в определенный момент заняла ревизионистские позиции. И именно из бывших ревизионистов, равно как и из бывших социалистов, должна была составиться партия, призванная обеспечить социальный порядок, веротерпимость и готовность вести успешную войну. Когда-то господина Бонтана чуть ли не ненавидели, потому что противники патриотов именовались Дрейфусарами. Но вскоре это слово было забыто, и их стали именовать противниками закона трех лет. Закон о трех годах после германских военных приготовлений был вынужденной контрмерой, увеличившей с 1913 года военную службу, сокращенную в 1905 году с двух до трех лет. Закон был принят несмотря на сопротивление социалистов и радикал-социалистов. Господин Бонтан был одним из авторов этого закона, а, стало быть, был патриотом. Но вовведение, независимо от того, являются ли они упущением или нет, впрочем, этот социальный феномен всего лишь проявление более общего закона психики, могут вызывать ужас, лишь покуда не сольются с общим фоном, не будут обставлены действующими успокаивающими деталями. Так было и с Дрейфу царством, так было и с женитьбой Сен-Лу на дочери Одетты, женитьбой, поначалу вызвавшей возмущение. Теперь у супругов Сен-Лу встречались все люди света. Жильберта сама могла вести себя как Одетта, и, несмотря ни на что, ей бы многое сошло с рук, хоть и не без осуждения со стороны дам, ибо светская дама всегда осуждает нововведения, касающиеся нравственности. Теперь Дрейфу царство было поставлено в один ряд с вещами почтенными и привычными. Что до выяснения, чего оно стоило само по себе, теперь, когда это стало допустимым, об этом думали не больше, чем тогда, когда это порицалось. Теперь это было не шокин, но в порядке вещей. Едва ли кто-то помнил, как все происходило, так же, как по прошествии какого-то времени никто не может сказать, наверное, был отец девушки вором или нет. В крайнем случае можно заметить, нет, вы говорите о зяте либо однофамильце, о ее отце никто никогда ничего плохого сказать не мог. К тому же Дрейфу царство Дрейфу царству рознь, и тот, кто был вхож в салон герцогини Мон-Моран-Си и принимал закон трех лет, не мог быть плохим человеком. Во всяком случае, Бог все простит. Из обвения, которому было предано Дрейфу царство, тем пач затронуло и Дрейфу царов. Дрейфу царства не было больше, впрочем, и в политике, поскольку всякий, кто хотел войти в правительство, к этому времени был уже Дрейфусаром, и даже те, кто противостоял Дрейфусарству, шокируя новизной, воплощали собой антипатриотизм, безрелигиозность, анархию и тому подобное. Вот почему Дрейфусарство господина Бонтана, неуловимое и неполное, как Дрейфусарство всех политических мужей, было заметно не более, чем под кожей кости. Никто не помнил, что он был Дрейфусаром, ведь светские люди рассеяны и забывчивы. К тому же много воды утекло, и они делали вид, словно утекло даже больше, так как это была очень модная тогда идея полагать, что довоенную пору от нынешнего времени отделяла пропасть глубиной в геологический период. Сам националист Брешо, упоминая о деле Дрейфуса, говорил, в те доисторические времена. По правде говоря, это глубокое изменение, произведенное войной, было обратно пропорционально умственным возможностям тех, кого оно затронуло, по крайней мере, начиная с определенного уровня. На самом низком располагались обыкновенные дурни, искатели удовольствий, которых вовсе не тревожило, что где-то идет война, но на самом верху были те, кто жил своим внутренним миром, мало обращая внимания на происходящее. Оказывать глубокое влияние на образ мысли таких людей могли вещи сами по себе, не имевшие никакого значения, но именно они опрокидывали для них ход времени, погружая их в другую пору жизни. Мы можем воочию убедиться в этом на примере порожденных таким переворотом прекрасных страниц. Песня птицы в парке Мон-Буассие или ветерок, наполненный запахом резиды, явно не представляют собой важных событий, таких как величайшие даты революции и империи. Замогильные записки Шатабриана Франсуа Рене де Виконта 1768-1848 книга третья глава первая и книга четвертая глава пятая. И тем не менее именно они вдохновили Шатабриана на бесценной странице замогильных записок. Слова Дрейфусар и Анти Дрейфусар не имеют более смысла. Говорили те же, кого изумило бы и возмутило, если бы им сказали, что, пожалуй, через несколько веков, а может быть и раньше, слово Бош станет любопытным анахронизмом, как слова Сан-Кюлот, Шуан или Синий. Бош обозначение, принятое во Франции в период Первой мировой войны по отношению к немцам. Сан-Кюлот, Шуаны и Синие различные политические и социальные силы времен французской революции. Господин Бонтан не хотел и слышать о мире, пока Германия не вернется к раздробленности, как в средние века, пока Гоген-Соллерны безоговорочно не отрекутся от власти, а Вильгельма не изрешетят пулями. Гоген-Соллерны Бранденбургские курфюрсты 1415-1701 Прусские короли 1701-11918 Германские императоры 1871-11918 Вильгельм Вильгельм II Гоген-Соллерн 1859-1941 Германский император и Прусский король в 1888-1918 году Одним словом он был из тех, кого Брешо называл вплоть до концовщиками, а это было клеймом высочайшей гражданственности, какое только можно было получить. Юскво абсолюте обозначение живет во французском языке до сих пор. Согласно традициям русского перевода XX века его следует переводить как «упертые экстремалы», в лучшем случае «ура, патриоты». Само собой, первые три дня госпожа Бонтан чувствовала себя не вполне уверенно среди тех, кто просил госпожу Вердурен представить их ей, и госпожа Вердурен слегка раздраженно поправляла ее. «Графа, моя милая, когда госпожа Бонтан говорила ей, ведь вы только что представили мне герцога Досонвилля, то ли из-за полной неосведомленности, а потому отсутствия ассоциации между именем Досонвиль и каким-либо титулом, то ли напротив от чрезмерного усердия следовать идеям партии герцогов, которые, как ей сказали, Досонвиль принадлежал в академии. Партии герцогов принадлежали все дворяне, члены французской академии. Господин Досонвиль, 1843-1924, правнук госпожи Десталь. На четвертый день она уже вполне обосновалась в Сен-Жерменском предместе. Иногда вокруг госпожи Бонтан еще виднелись никому неизвестные обломки некоего общества, удивлявшие не больше, чем скорлупа вокруг цыпленка тех, кому было ведомо, из какого яйца вылупилась госпожа Бонтан. Но на третьей неделе она освободилась от них, а на четвертой, когда она сказала, я собираюсь к Леви, все поняли, так что ей уже не нужно было уточнять, что речь идет о Леви Мерпуа. И ни одна герцогиня не заснула бы, не узнав от госпожи Вердурен и теперь уже госпожи Бонтан хотя бы по телефону, о чем говорилось в вечерней сводке, о чем в ней умолчали, как обстоят дела в Греции, на которую ожидалось наступление, одним словом, обо всем, что публика сможет узнать лишь завтра, а то и позже, словно именно госпожа Бонтан устраивала новостям генеральную репетицию. Леви, семейство, к которому, судя по контексту, принадлежит политический деятель. В разговоре, сообщая новости, госпожа Вердурен, имея в виду Францию, говорила «мы». Значит так, мы требуем от греческого короля, чтобы он ушел с Пелопонесса, так далее, мы его ушлем, и так далее. И во всех ее разговорах постоянно возникало «С.Г.». Я звонила в «С.Г». Аббревиатура, которую она произносила с таким же удовольствием, с каким еще не так давно дамы, незнакомые с принцем Агрегенским, будереть, заходила о нем, переспрашивали, усмехаясь, чтобы показать, что они в курсе. «Гри-Гри?» Удовольствие, известное в относительно спокойные эпохи лишь свету, а во времена великих потрясений, становящиеся доступным и народу. «С.Г.» Ставка главнокомандующего. Генеральное командование французской армии, куда входили генералы Жофр, Невель, Петен де Пьерфо. Например, наш дворецкий, если речь заходила о короле Греции, будучи хорошо информированным через газеты, переспрашивал совсем, как Вильгельм Второй. Тино фамильярность по отношению к королям превращалась в развязность, если он сам выдумывал им прозвище. Когда речь заходила о короле Испании, он именовал его Фонфонс. Тино Константин I 1868-1923 сын Георгия I греческого. Фонфонс Альфонс XIII 1886-1941 из династии Бурбонов. Надо, однако, заметить, что по мере того, как число сиятельных особ, делавших авансы госпожа Вердурен, увеличивалось, число тех, кого она называла скучными, сокращалось. Словно помановение волшебной палочки, все скучные, приходившие к ней с визитом или напрашивавшиеся на приглашение, мгновенно становились и милые, и интеллигентны. Одним словом, к концу года число скучных сократилось в таких пропорциях, что страх и мучение скуки, занимавшие столь значительное место в разговоре и игравшие столь важную роль в жизни госпожи Вердурен, почти полностью исчезли. Можно было сказать, что на склоне лет невыносимость скуки, впрочем, прежде она уверяла, что не испытывала ее в ранней молодости, причиняла ей меньшие страдания, подобно некоторым мигреням и нервическим астмам, которые с годами утрачивают силу. Должно быть, страх скуки окончательно оставил бы госпожу Вердурен за недостатком скучных людей, если бы она в какой-то мере не набрала себе таковых из числа бывших верных друзей. Впрочем, что да герцогинь, посещавших теперь госпожу Вердурен, то они, сами того не ведая, искали в ее салоне того же, что давешние дрейфусары, то есть светских удовольствий, которые состояли из возможности не только утолять интерес к политике, но и реализовывать потребность обсуждать между собой происшествия, пропечатанные в газетах. Госпожа Вердурен говорила, приходите к пяти поговорить о войне, как прежде приглашала поговорить о процессе, а между делом заходите послушать Мореля. Процесс имеется в виду дело дрейфуса. Однако Мореля там никто бы уже не встретил, хотя бы потому, что его призвали. Только он дезертировал и на фронт не попал, но никто не знал об этом. Одной из салонных звезд стал Кочерыжка, который, несмотря на свои спортивные наклонности, нашел в себе силы измениться к лучшему. Вариант перевода его прозвища в Просак. Имеется в виду молодой племянник Квердуренов, презиравший дядю за неумение одеваться, любитель спортивного времяпрепровождения. В беглянке Октав внезапно воскресает, как молодой и талантливый сочинитель скетчей и поклонник Альбертины, ищущий в связи со всем этим знакомство с Марселем. После смерти Альбертины он женится на Андре. Теперь он был для меня просто автором замечательного сочинения, о котором я думал постоянно, и только случайно установив, как пересекаются между собой разные серии воспоминаний, вдруг понял, что именно он и послужил причиной отъезда Альбертины. И опять этот поперечный поток выводил меня в том, что касалось священной памяти Альбертины, на зыбкую колею, оставшуюся в далеком прошлом, ибо я больше не думал о ней. Это была колея воспоминаний, тропа, на которую я больше никогда не ступал. Зато сочинения кочерыжки относились к недавнему прошлому, а этой тропой мое сознание следовало довольно часто. надо заметить, что знакомство с мужем Андре было делом не то чтобы очень легким и приятным, а испытываемая к нему привязанность проходила через многие испытания. В действительности к этому времени он был уже очень болен и оберегал себя от усилий, которые, как он полагал, не могут доставить удовольствие. Как и в случае описания некоторых деталей из жизни господина де Шерлю, особенно в контексте его отношений с Мурелем, Руст не стремится к оригинальности. Однако пушкинский упрек Байрону за тиражирование себя во всех персонажах едва ли здесь уместен. По сути, такого рода включения не носят глобального характера, но используют уже готовую хотя вполне оригинальную канву. При разработке этой канвы оказывалось, что, будучи в какой-то мере реалистом, но в более древнем смысле этого слова Пруст оживлял мертвые схемы тем, что было более чем живо. Зато к удовольствиям он относил встречи с людьми, которых еще не знал и которых его пылкое воображение представляло, должно быть отличными от остальных. Что же касается давних знакомых, то он слишком хорошо знал, кем они были и кем будут, и ему представлялось, что они не стоят опасной, а может быть, даже смертельной усталости, какую он будет испытывать от общения с ними. В общем, это был очень плохой друг. Должно быть, в его стремлении к новым людям обнаруживалось что-то от проявленной им в Бальбеке неистовой дерзости в спорте, игре, излишествах за столом. Что до госпожи Вердурен, то она постоянно хотела познакомить меня с Андрея, не допуская мысли, что я с ней знаком. Впрочем, Андрея редко приходила с мужем. Она стала моей замечательной и искренней подругой и верной вкусом мужа, не принимавшего русского балета. Так говорила о маркизе де Полиньяк. Он украсил свой дом Бакстом. Можно ли там спать? Я притопочла бы Дю Буфа. Бакст Лев Самуилч 1866 1924 художник график член мира искусств Дю Буф 1853 1909 художник и декоратор. Впрочем, Вердюрены, имея в виду фатальный прогресс эстетизма, приведший к тому, что последний занялся поеданием собственного хвоста, говорили, что не переносят ни современного стиля, тем паче мюнхенского, ни пустых квартир, и любили только старую французскую мебель с темным рисунком. В то время я много встречался с Андре, о чем мы только не говорили, но как-то я вспомнил имя Жюльетты, поднявшиеся из глубины воспоминаний об Альбертине, словно таинственный цветок, таинственный прежде, но теперь не взволновавший меня. Не то чтобы умалчиваемое мною было еще более незначительным, чем то, о чем я говорил, но иногда наше сознание оказывается перенасыщенным вещами, о которых много довелось размышлять. Может быть, то время, когда я находил во всем этом столько тайны, было действительно таинственным. Но раз такие времена не могут длиться вечно, стоит ли жертвовать здоровьем и благополучием ради раскрытия тайн, которые однажды перестанут нас интересовать. Удивительно, но в то время, когда госпожа Вердурен принимала у себя всех, кого хотела, она окольными путями пыталась привлечь внимание одной дамы, которая совсем была потеряла из виду — Одетты. Все полагали, что Одетта уже не сможет добавить блеск тому обществу, которое сосредоточилось вокруг госпожи Вердурен. Но длительная разлука усыпляет злопамятство и пробуждает дружбу. К тому же феномен, благодаря которому умирающие произносят имена лишь тех, кого узнавали когда-то, а старики находят удовольствие в воспоминаниях детства, можно считать также и социальным. Для того, чтобы удалось это начинание, кампания по возвращению Одетты госпожа Вердурен использовала, разумеется, не тех, кто был ей наиболее предан, а завсегдатаев более ветренных, бывавших и в том, и в другом салоне. Она сказала им, я не понимаю, почему ее здесь больше не видно. Может, она считает, что поссорилась со мной, но я-то нет. К тому же, что я ей сделала? У меня она познакомилась с двумя своими мужьями. Если бы ей захотелось вернуться, пусть знает, что для нее двери всегда открыты. Слова, которые, должно быть, ущемили бы гордость хозяйки салона, если бы не играя ее воображение, были переданы адресату, но к успеху это не привело. Госпожа Вердурен ждала одетту и все никак не могла дождаться, пока события, о которых мы узнаем ниже, не привели совсем по другим причинам к тому, в чем не имело успеха посольства усердствующих неверных. Так подчас оказывается незначительным и легкий успех, и полный провал. Каким все было, таким и осталось. Так что по-прежнему уместными считались былые понятия благонамеренной, неблагонамеренной. И так как они казались другими, так как старые коммунары давно были антиревизионистами, самые последовательные из драйфусаров считали возможным всех расстрелять и находили в этом поддержку у генералов, ибо последние во времена процесса были против Галифе. Галифе Гастон-Маркиз Д. 1830-1909 генерал подавлял коммуну 1871 был военным министром 1899-1900 В эти собрания госпожа Вердурен приглашала несколько не так давно принятых дам, известных благотворительностью, которые вначале приходили в услепительных нарядах и тяжелых жемчужных ожерельях, так что Адетту, которой тоже были превосходные жемчуга, с выставки, которой она слишком увлеклась, теперь, когда она носила платья на военный лад, подражая дамам предместья, смотрела на них сурово. Но женщины умеют приспосабливаться. На третий или четвертый раз они осознали, что наряды, казавшиеся им шикарными, воспрещены как раз самыми шикарными персонами, и они оставили свои золотые платья и смирились с простотой. Госпожа Вердурен говорила, это несносно. Я сейчас позвоню Бонтан, чтобы знали на будущее. Опять зазернили весь конец статьи Норпуа только за то, что он допустил намек, что лимужнули Персена. Зазернить, затемнить в цензурных целях определенные части печатного текста. Впервые это слово употреблено применительно к царской России. Лимужнуть кого-либо, отправить отдыхать, отставив от поста в лимош. Персен, французский генерал. Обыкновенная глупость наполняла всех гордостью от того, что их речь была уснащена расхожими выражениями. Это должно было засвидетельствовать, что они на уровне. Так делала мещанка, которая, когда речь заходила о господах Бриоте, Агрегенте или Шарлю, говорила Герцогиня. Герцогини, в ее рядах не так уж мало буржуа. Для духовного родства происхождение значения не имеет. Впрочем, звонки госпожи Вердурен не всегда были уместны. Ведь мы и забыли сказать об этом салон Вердуренов, если он еще и существовал, как гипотетически, так и реально переместился в один из самых больших дворцов Парижа, ибо недостаток угля и света крайне осложнял приемы в прежнем пристанище очень сыром дворце венецианских послов. Впрочем, новый салон не был лишен привлекательности. Подобно тому, как в Венеции форму дворца определяет пространство, ограниченное водой, или крошечный садик в Париже вызывает большее восхищение, чем парк в провинции, тесная столовая госпожи Вердурен превращала блестящие белые прямоугольники стен в своего рода экран, на котором каждую среду, да и чуть ли не каждый день, запечатлевались самые разные и самые интересные люди, элегантнейшие женщины Парижа, плененные роскошью Вердуренов, которые наряду с достатком все возрастало в ту эпоху, когда богатым людям приходилось ограничивать расходы, ибо они не имели возможности добраться до своих денег. Порядок сообщенный прием изменился, однако они не перестали восхищать Брешо, который по мере разрастания связи Вердуренов обнаруживал в их салоне все новые и новые удовольствия, сосредоточенные на столь малом пространстве, подобно рождественским подаркам в чулке. Словом, иногда за ужином было так много гостей, что столовая наверху всех не вмещала, и на стол накрывали в необъятной столовой внизу, где верные, лицемерно скорбя по маленькой столовой, скучившись, как некогда на маленькой железной дороге, необходимо было пригласить камбромеров, и они говорили госпоже Вердурен, что уж очень нас это стеснит, ликовали в душе, что являются объектом зависти и любопытства тех, кто сидел за соседними столиками. У любимого Го-во-жо, а не камбромеры, что объясняется тем, что фамилия составлена Прустом из двух неприличных слов. Камбромне и Мерде В привычные мирные времена, быть может, незаметно отправленная в Фигаро или Голуа заметка, помещенная в разделе светской хроники, поведала бы тем, кто не имел возможности проникнуть в столовую Можестик, как Брешо обедал с герцогиней де Дюра. Можестик отель в Париже Но с началом войны светская хроника перестала освещать такие события, очевидно, присытившись похоронами, перечислением имен и франко-американскими банкетами. Теперь реклама была уже немыслимо без примитивной и даже ребяческой уложки достойной далеких эпох, предшествовавших изобретению Гутенберга, быть увиденным за столом у госпожи Вердюрен. После ужина публика поднималась в гостиную, затем начинали телефонировать. В то время многие дворцы наводняли шпионы, фиксировавшие новости, сообщавшиеся по телефону бонтанам с болтливостью, которую, к счастью, нейтрализовывала ненадежность передаваемых сведений, позднее опровергавшихся текущими событиями. Прежде чем послеполуденные чаепития заканчивались, на исходе дня в светлом еще небе издалека виднелись коричневые пятнышки, которых можно было голубым вечером принять за мышкару или птиц. Подобным образом, если смотреть на гору издали, ее можно принять за облако. Но невозможно не испытывать волнения, если тебе известно, что облако это необъятно, твердо и незыблемо. Так был взволнован и я, тем, что коричневая точка в летнем небе была не мошкой и не птицей, но аэропланом, поднятым в воздух людьми, охранявшими Париж. Воспоминания об аэропланах которые мы видели с Альбертиной на нашей последней прогулке неподалеку от Версаля к этому волнению было непричастно. Оно стало мне безразличным. В час ужина рестораны были полны. И если на улице я видел беднягу военного, ускользнувшего на шесть дней от постоянной смертельной опасности и готового вернуться в окопы, который на мгновение останавливал взгляд на освещенных витринах, я страдал как в Бальбеке, когда рыбаки смотрели, как мы ужинаем. Но страдал сильнее, ибо понимал, что нищета солдата страшнее нищеты бедняка, хоть она и объединяет их обоих, и что она еще трогательнее, потому что более безропотна и благородна. понимающий, покачивая головой, без всякой ненависти, собираясь обратно на фронт, он говорит, наблюдая тыловых крыс, расположившихся за своими столиками, никогда не подумаешь, что идет война. В половине десятого, когда никто еще не успевал отужинать, согласно распоряжению полиции, все огни разом гасили, и через пять минут возникало новые толчаи от того, что тыловые крысы рвали свои пальто из рук лакеев. Туманным вечером я ужинал так однажды с Сен-Лу в загадочных сумерках залы для спектаклей, где показывали волшебный фонарь, а теперь предназначенный для просмотра одного из тех синема, что пользовались таким успехом у завсегдатаев. Но еще позднее для тех, кто подобно мне тогда оставались ужинать дома, а потом выходили встретиться с друзьями, Париж, по крайней мере некоторые его кварталы, был темнее, чем комбре моего детства. Казалось, будто я вышел проведать деревенских соседей. Ах, если бы Альбертина была жива, как славно было бы вечером, когда я ужинал не дома назначить ей встречу где-нибудь на улице под аркадами. Поначалу я ничего бы не видел, я был бы взволнован предчувствием, что она не придет, а потом внезапно увидел бы, как начинает выделяться на черной стене ее милое серое платье, ее смеющиеся, заметившие меня глаза, и мы могли бы гулять, обнявшись, незамеченные и нетревожимые никем, а после вернуться домой. Увы, я был один, и мне казалось, что я иду к деревенскому соседу, как некогда Сван приходил к нам сразу после ужина, редко встречая прохожих в танцанвильских сумерках, на маленькой бичевой дорожке, ведущей к улице Святого Духа. Я встречал теперь не больше людей на парижских улицах, которые прежде были извилистыми деревенскими дорожками, и улица Святой Клотильды превратилась в улицу Бонапарта. Такое перемещение, хотя и несколько неожиданное, подготовлено предыдущими томами. Реальное время двигалось параллельно с описанием герой, представший поначалу чуть ли не в колыбели, постарел. Впрочем, поскольку фрагменты этих пейзажей, которые время стронуло с привычных мест, не были ограничены, ставшей невидимой рамкой, вечерами, когда ветер превращался в ледяной шквал, я гораздо сильнее ощущал близость неистового моря, о котором прежде столько мечтал, чем когда-то в Бальбеке. И даже к другим стихиям, которых не было доселе в Париже. Чудилось, будто, сойдя с поезда, мы оказались на каникулах в деревенской глуши. Это происходило в частности из-за контраста света и тени, которые оказывались рядом на земле лунными вечерами. Лунный свет производил такие эффекты, какие не встречаются в городах даже среди зимы. Лучи расстилались на никем уже не убиравшемся снегу бульвара Хаусман, будто на вершинах Альп. Силуэты деревьев ясные и чистые отражались на золотисто-голубом снегу так же изящно, как на некоторых японских гравюрах или вторых планах Рафаэля. Они вытягивались по земле от подножья, как часто бывает в лесу на закате, когда солнце наводняет поляны, отражаясь в чащобах, из которых время от времени восстают по одному деревья. Но и тот восхитительный и нежный луч, и поляна, на которой росли тени деревьев, легкие как души, были из другого мира, то была райская поляна, правда, не зеленая, но белая, ослепительно блиставшая от того, что лунный свет падал на нефритовый снег, так что можно было подумать, что сама поляна соткана из лепестков груши в цвету. И на этих-то полянах или на площадях недвижно застыли божества фонтанов, зажавшие в руках ледяные струи, которые, казалось, были созданы из материала по капризу художника, соединившего бронзу и хрусталь. В череде этих необыкновенных дней все дома были черны. Но весной, напротив, время от времени, не считаясь с предписанием полиции, вдруг прорезывался из мрака освещенный особняк, либо этаж особняка, или даже одно окно, неукрытое ставнями, одинокое в непроницаемые ночи, так что казалось оно вспышкой чистого света, призрачным видением. И женщина, которую, подняв глаза можно было разглядеть в этом золоченом сумраке, обладала в ночи, в которой так легко было затеряться и в которой сама она оказалась затворницей, волшебным и смутным очарованием восточного призрака. Но чем дальше, тем меньше встречалось на пути чего-то такого, что могло нарушить целительное однообразие движения в грубой темноте ночь. Кажется, ни с кем из упомянутых здесь людей я довольно долго не встречался. Разве что в 1914 году, за два месяца, проведенных в Париже, мельком видел господина де Шарлю, Блока и Сен-Лу, последнего лишь дважды. Во второй раз он, наконец, предстал передо мной во всей своей красе. Ему удалось изгладить не слишком приятные впечатления, произведенные на меня в Тансон-Вилле тем лицедейством, о котором я только что рассказал, и я снова обнаружил в нем прежние замечательные черты. Первый раз мы встретились сразу после объявления войны, то есть в начале, следующей после этого недели, когда Блок выказывал самые шовинистические чувства. Едва Блок оставил нас, Сен-Лу без обиняков принялся говорить о том, как не вернулся на службу, и меня чуть ли не шокировала грубость его тона. Сен-Лу возвращался из Бальбеке. Позднее я окольными путями узнал, что там он тщетно пытался соблазнить директора ресторана. Последний был обязан своим богатством наследство, доставшемуся ему от господина Несима Бернара. Это был всего лишь бывший юный слуга, которому покровительствовал дядя Блок. Однако унаследованное богатство пробудило в нем любовь к добродетели, и все попытки Сен-Лу обольстить его были тщетны. Так действует закон противодействия, когда добродетельные молодые люди старея предаются страстям, вкус которым наконец обретают, а доступные юноши становятся людьми с принципами. Так что такие, как Де Шарлю, наслушавшись рассказов о давно минувшем и обратившись к ним спустя время, нарываются на неприятности. Все дело в хронологии. «Да», кричал он громко и весело, «все, кто не на фронте, как бы они это ни объясняли, остались здесь лишь потому, что не хотят, чтобы их убили, то есть из трусости». И с тем же уверенным жестом, однако более энергичным, чем тот, с помощью которого он подчеркивал трусость, других добавил, «И если я не вернусь на службу», то просто-напросто из трусости и все. Я замечал уже на множестве примеров, что бравада похвальными чувствами вовсе не обязательно означает желание скрыть дурные, но гораздо реже встречается, чтобы люди намеренно демонстрировали свои дурные свойства, хотя делают они это для того, чтобы никто по меньшей мере не думал, будто им есть что скрывать. К тому же у Сен-Лу была еще привычка в случае, если он допустил какую-либо неловкость, промах, за который его могли укорить, говорить о нем во всеуслышание, объявляя, что он сделал это нарочно. Эта привычка, думаю я, должна была перейти к нему от какого-нибудь преподавателя военной школы, в тесном общении, с которым он жил и которым неизменно восхищался. Так что мне не составило труда истолковать эту выходку как словесную ратификацию того чувства, которое Сен-Лу считал уместным разгласить, так как оно определило его поведение и неучастие в начавшейся войне. «Ты кстати слышал?» спросил он уходя, что моя тетка кажется разводец. «Лично я ничего не знаю. Об этом говорят время от времени, и я так часто все это слышал, что даже готов поверить. Добавлю лишь, что вполне понимаю ее резоны. Дядя мой милейший человек, не только в обществе, но и для друзей и родных. Он даже в каком-то смысле сердечнее, чем тетка святая женщина, которая слишком часто ему об этом напоминает, но он ужасный муж, постоянно изменяет жене, оскорбляет ее, плохо с ней обращается, отказывает в деньгах. Если бы она с ним развелась, это было бы естественно, как бы только в этом была причина, ибо это всего лишь повод к тому, чтобы подготовить общественное мнение. В конце концов, если бы все было именно так, уж слишком долго она терпела. Теперь я хорошо знаю, что на свете есть вещи, о которых говорят, которые отрицают, но которые позже оказываются чистой правдой. Это позволило мне спросить, стоял ли когда-либо вопрос о его женитьбе на мадемуазель де гарманд. Его передернуло, и он заверил меня, что никогда, что это один из тех светских слухов, которые время от времени неизвестно почему возникают и по неизвестной же причине рассеиваются. Их обнаружившаяся лживость отнюдь не способствует тому, чтобы уверившие в слухи о помолвках, разводах и политике впредь были осторожнее, дабы не верить новым слухам и не распространять их. Не прошло и двух дней, как некоторые дошедшие до меня факты показали, что я совершенно неверно истолковал слова Рубера. Все, кто не на фронте, трусы. Сен-Лу сказал это, чтобы блеснуть в разговоре, добавить ему психологической достоверности, пока Мес не был уверен, что будет принят его рапорт. Но именно в то время он делал все возможное, чтобы рапорту был дан ход, и в этом он вовсе не был оригинален в том смысле, какой сам вкладывал в это слово, ибо такое поведение вполне соотносилось с тем сильным французским духом, восходящим к святому Андрею в полях, а также со всем тем, что было тогда лучшего у французов, последователей святого Андрея в полях дворян, буржуа, почтительных к своим сеньорам или бунтующих против них простолюдинов. Этих двух равнозначных групп населения, ответвлений имени Франсуазы и Мореля, откуда вознеслись два устремления, объединившись в одно, так что и направление оказалось общим фронт. Блока привело в восторг признание в трусости из уст националиста, которого, впрочем, Сен-Лу не был. И когда Сен-Лу спросил его, должен ли он пойти на фронт, Блок ответствовал, приняв позу верховного жреца — миопия. Но несколько дней спустя Блок совершенно изменил мнение о войне. Он пришел ко мне в каком-то безумии. Несмотря на близорукость, его признали годным для службы. Я провожал его, и мы столкнулись с Сен-Лу, у которого как раз была встреча в военном министерстве с бывшим офицером господином Камбра-мэром. Последний должен был познакомить его с одним полковником. — А, ведь это один из старых знакомых, я говорил тебе. Он известен тебе не хуже, чем мне. Кан-Кан. Кан-Кан — прозвище господина Камбра-мэра. Я ответил ему, что действительно знакомы с ним, с его женой, но этим знакомством не слишком дорожу. С первой встречи с ними я привычно считал его жену, вопреки всему, женщиной исключительной, ибо она досконально изучила Шопенгауэра, и ей был открыт доступ в ту интеллектуальную среду, которая не принимала ее грубоватого супруга. Так что я скорее удивился, когда услышал ответ Сен-Лу. Скажу по правде, жена у него идиотка, но сам он превосходный человек, редких достоинств, и по-прежнему очень мил. Идиоткой Робер назвал ее, вероятно, потому, что она страстно желала получить доступ в высшее общество, что всегда этим обществом решительно осуждалось. Говоря о достоинствах мужа, он, должно быть, имел в виду те, какие признавала за ним его мать, считавшая его самым достойным представителем фамилии. Его-то, по крайней мере, не волновали герцогини, но, по правде говоря, ум такого рода настолько же отличается от ума свойственного мыслителям, как талант, оцененный публикой, отличается от таланта богатого человека, умеющего делать деньги. Однако слова Сен-Лу не вызвали во мне неудовольствия, потому что напомнили, что претензия граничит с глупостью, а простота свидетельствует о вкусе, хотя и не столь явном, но приятном. Я не имел, правда, удовольствия удостовериться в этих качествах господина Камбромера. Но в действительности, если принимать во внимание мнение тех, кто судил о нем, не учитывая всего спектр суждений, это был очень неоднозначный человек. Я знал только оболочку господина Камбромера, и качества, о которых рассказывали другие, остались мне неизвестны. Блок расстался с нами у двери своего дома, укоряя Сен-Лу и говоря ему, что, в отличие от него, Блока, все эти именитые отпуски, штабные щеголи с голунами, ничем рискуют, а у него, простого солдат второго класса, нет никакого желания подставлять свою шкуру под пули из-за Вильгельма. Кажется, он серьезно болен, император Вильгельм, ответил Сен-Лу. Блок, который, как и все, кто околачивался возле биржи, с необыкновенной легкостью воспринимал сенсации, воскликнул. Говорят даже, что он умер. На бирже во всяком случае о каждом монархе судачит, что он болен, а что до Эдуарда VII или Вильгельма II, то неважно, кто из них помер, ибо все города, приготовившиеся к осаде, уже взяты. Эдуард VII, 1847, 1910, в отличие от императора Вильгельма, действительно уже почивший король Великобритании. Правда, это пока скрывают, чтобы не ввергнуть Бошьего отчаяния, но он умер вчера ночью. Мой отец узнал об этом из очень надежного источника. Этой причастностью к надежным источникам, которыми только и пользовался господин Блок-отец, он был обязан высоким связям. Он получал из них еще более секретные новости о том, что за границей дела идут в гору и что Дебирс падает. Впрочем, даже если в указанное время курс акций Дебирс возрастал, равно как и число «ищу работу за границей», а рынок одних бумаг был устойчивым и активным других колеблющимся и неустойчивым, и держали его в фондовом резерве, надежность источника никогда не подлежала сомнению. Поэтому Блок известил нас о смерти Кайзера с видом важным и таинственным, но также раздражительным. Особенно его взбесило, что Робер сказал «Император Льгельм». Мне кажется, и под ножом гильотина Сен-Лу и господин Дегермант не смогли бы сказать иначе. Два этих светских мужа, останься они одни на необитаемом острове, где им ни перед кем было бы обнаруживать хорошие манеры, выказывали бы их друг перед другом, подобно двум латинистам, один другому правильно цитирующим Вергилия. Сен-Лу никогда даже под пыткой у немцев не смог бы сказать иначе, чем император Вильгельм. И этот хороший тон, несмотря ни на что, свидетельство великой несвободы духа. Тот, кто не в состоянии ею пренебречь, навсегда останется всего лишь светским человеком. Впрочем, такая элегантность посредственности не лишена обаяния. В особенности это касается всех тех, у кого она связана с затаенным великодушием или скрытым героизмом, рядом с вульгарностью блока и труса и фанфарона, выкрикивавшего Сен-Лу, «Ты не мог сказать просто, Вильгельм! Это все потому, что ты трусишь! Ты прямо здесь раболепствуешь перед ним! Да, хороши же будут наши солдаты на фронте, они вылежут бошем сапоги! Вы, штабные с голунами, умеете только на парадах горцевать и точка! Бедняга Блок имеет в виду, что я только тем и занимался, что горцевал, сказал, улыбнувшись Сен-Лу, когда мы распрощались с нашим товарищем. И я прекрасно понял, что не отдаю себя отчета в его намерениях так ясно, как это было уже потом, когда, поскольку кавалерия осталась незадействованной, он добился перевода в пехоту, потом пошел в разведку, после чего с ним сталось то, о чем мы узнали позже. Блок не разглядел патриотизма Робера просто потому, что Робер его не выражал. Сам Блок страстно исповедовал перед нами свой антимилитаризм, когда считал себя негодным по близорукости, едва же его признали годным, стал высказываться откровенно шовинистически. Сен-Лу на подобные заявления был не способен. Прежде всего, из-за своего рода нравственной деликатности, не позволяющей выражать слишком глубокие чувства, пусть даже совершенно естественные. Моя мать не только не колебалась бы ни секунды, чтобы умереть за свою мать, но страдала бы невыразимо от невозможности это сделать. При всем том, мне трудно представить, чтобы она когда-нибудь могла произнести что-нибудь вроде «Я отдала бы жизнь за свою мать». Столь же несклонным декларировать свою любовь к Франции был и Робер. И в этом я находил гораздо больше фамильных черт Сен-Лу, насколько я мог представить себе его отца, чем Германтов. От подобного проявления чувств его охраняло и некоторое нравственное достоинство ума. По-настоящему умные и серьезные труженики испытывают какое-то отвращение ко всем, кто сопровождает поступки суисловием, набивая себе цену. Мы не учились вместе ни в лицее, ни в Сорбонне, но независимо друг от друга ходили на лекции тех же преподавателей, и я вспоминаю, как Сен-Лу смеялся над теми, кто, поскольку другие читали замечательные курсы, желая прослыть гениями, давали амбициозные названия своим теориям. Стоило только вспомнить об этом, и Робер смеялся от души. Естественно, наши предпочтения не имели никакого отношения к инстинктам Котаров или Брешо, но в конечном счете мы испытывали уважение к людям, глубоко изучившим греческий или медицину, и не находили возможным оправдывать шарлатанов. Я уже говорил, что хотя во всех поступках мамы подразумевалась готовность отдать жизнь за свою мать, даже самой себе она никогда бы не призналась в этом, и в любом случае нашла бы не только бесполезным и смешным, но шокирующим и позорным рассказывать о таких чувствах другим. Точно так же было невозможно представить, чтобы Сен-Лу говорил о своей экипировке, о поездках, которые ему предстояло совершить, о наших шансах на победу, о невысокой боеспособности российской армии, о том, что должна была бы предпринять Англия. Мне сложно было представить в ему устах в высшей степени красноречивую фразу, которую вызывающий самые большие симпатии министр обратил к аплодирующим стоя депутатам. Нельзя, однако, сказать, что в этой чисто негативной черте, мешавшей ему выражать лучшие чувства, не было ничего от духа германтов, столько проявлений которого мы наблюдали у Свана. И хотя я замечал в нем черты присущие только ему, Сен-Лу, он все же оставался германтом, и среди многочисленных причин, воспламенявших его смелость, были особые, каких не могло быть у приятелей из Донсьера, влюбленных в свое ремесло юношей, с которыми я ежевечерне встречался за ужином. Многие погибли в битве на Марне и в других местах ведя в атаку солдат. 5-12-9-1914 на реке Марна французские войска под командованием генерала Жофра остановили немецкое наступление. Юные социалисты, возможно, имевшиеся и в Донсьере во время моего посещения, с которыми я не свел знакомство по той причине, что в окружении Сен-Лу они не были представлены, теперь могли понять, что офицеры из этой среды вовсе не были теми, кого популо. Офицеры, выслужившиеся из рядовых, франк-масоны, прозвали Аристо, высокомерными гордецами и жалкими прожигателями жизни. И наоборот, офицеры из благородных в полной мере обнаружили тот же патриотизм у социалистов, которых они обвиняли, когда я был в Донсьере в разгар дела Дрейфуса в безродности. Искренний и глубокий патриотизм военных проявился со всей определенностью. Это чувство было священным. Нападками на него они возмущались, тогда как несознательные, независимые патриоты, не имевшие определенных воззрений, радикал-социалисты не могли понять, сколь глубокая реальность заключена в том, что они считали пустыми и ненавистными формулами. Вероятно, Сен-Лу, как и они, привык доверять лишь самому себе, ибо в самой глубине, где была сокрыта подлинная частица его «я». И происходили поиски удачных решений и разработка наиболее успешных со стратегической и тактической точек зрения маневров. Для него, как и для них, жизнь тела стала чем-то относительно маловажным, и ею легко можно было пожертвовать ради жизни внутренней того ядра, по отношению к которому личное существование ценилось не более, чем защитный слой эпидермы. В храбрости Сен-Лу было много и более характерных черт. В ней легко можно было распознать великодушие, столь украсившее поначалу нашу дружбу. В ней проглядывал и наследственный порог, пробудившийся позднее, который, сочетаясь с тем интеллектуальным уровнем, которого Робер не смог превзойти, вызывал у него не только восхищение чьей-либо смелостью, но и отвращение к изнеженности, так что всякий разговор о мужестве его пьянил. Размышляя о жизни под открытым небом сенегальцами, поминутно жертвовавшими собой, он без сомнения вполне целомудренно испытывал некое ментальное сладострастие, в которое было привнесено презрение к этим музицирующим господам. Сладострастие, столь непохожее на то, чем оно ему представлялось, почти не отличалось от наслаждения, какое он испытывал от кокаина, к которому пристрастился в Тансонвиле. И такой-то героизм, так одно лекарство усиливает действие другого, приносил ему исцеление. В его смелости проглядывала прежде всего привычка к учтивости, из-за которой он, с одной стороны, имел обыкновение расхваливать других, довольствуясь при этом умолчанием о собственных поступках, в отличие от какого-нибудь блока, который, ничем не отличившись, при встрече заявил «естественно, выдропанете». И с другой стороны, до такой степени ни во что не ставил то, что принадлежало лично ему состояние, положение и даже жизнь, что готов был пожертвовать всем сразу. Одним словом, в этом-то и заключалось истинное благородство его натуры. Но столько всего было намешано в его героизме. Нашлось место и новой наклонности, и непреодоленной неразвитости интеллекта. Усвоив привычки господина де Шарлю, Робер унаследовал также, хотя и совсем в другом виде, его идеал мужественности. «Надолго мы увязли?» — спросил я сын Лу. «Нет, я думаю, война скоро кончится», — ответил он мне. Но свои аргументы, как всегда, он черпал из книг. «Имею в виду пророчество Мольтке, перечитай», сказал он мне, как если я бы его уже читал, «декрет от 28 октября 1913 года об управлении крупными соединениями. Ты увидишь, что замена резервов в мирное время не была организована. Ее просто не предусмотрели, в то время как об этом бы непременно позаботились, если бы рассчитывали на длительную войну». Мольтке, старший Хельмут Карл, 1800-1891, в 1871-88 годах, начальник германского генштаба. Мне показалось, что упомянутый декрет свидетельствовал не о том, что война должна была быть недолгой, но о недальновидности тех, кто его составлял, а что до войны, то авторы декрет, казалось, и не подозревали, ни что при ее длительном ведении потребуется ужасающее количество разного рода материалов, ни что необходимо осуществлять взаимосвязь разных театров военных действий. Что касается гомосексуализма у мужчин по природе своей не слишком к ней расположенных, то в глубине души они лелеют некий традиционный идеал мужественности. И если гомосексуалист человек заурядный, обращаясь к нему, он легко его искажает. Этот идеал у некоторых военных дипломатов вызывает особенное раздражение. В самом низком своем проявлении это неотесанность добряка, не желающего выказывать волнение при расставании с другом, которого, быть может, скоро убьют. Так что в душе он подавляет рыдание, о чем никто не догадывается, но воочию являет все возрастающее раздражение, которое, правда, в момент разлуки выльется вспышку гнева. Ну, черт подери, обними же меня, идиот, и возьми этот кошелек, он мне мешает, дурацкая твоя порода. Дипломат, офицер, мужчина, знающий, что лишь большой труд на благо Отечества имеет цену, испытывая в то же время любовь к малышу, умирающему в батальоне от горячки или пули, проявляет ту же наклонность к мужественности, но в более умелой, более хитрой, а оттого и менее отвратительной форме. Он не станет оплакивать малыша. Он понимает, что вскоре будет вспоминать о нем не чаще, чем сердобольный хирург, который, конечно, печалится, хоть и не проявляя своего горя, в тот вечер, когда умирает от инфекции хорошенькая пациентка. Если даже этот дипломат писатель, и он поведает об этой смерти, то уж о своем-то горе писать не станет, прежде всего и с мужской скромности, затем ради художнического умения заставить читателя переживать, не обнажая в тексте чувств. Вместе с сослуживцем он заботится об умирающем. Они и не думают говорить о своем горе. Они болтают о делах отряда или батальона, и даже более обстоятельно, чем обыкновенно. Бэ сказал мне, не забудьте о завтрашней встрече с генералом, постарайтесь, чтобы ваши люди были готовы. Обычно столь приветливый, сегодня он был более сух. Я заметил, что он избегает смотреть на меня, сам я тоже нервничал. И читателю становится ясно, что эта сухость в голосе, это горе людей, не показывающих его, были бы просто смешны, если бы не были столь обескураживающие и уродливы, потому что именно так страдают люди, полагающие, что страдание не имеет никакой цены, что жизнь важнее, чем разлука и тому подобное. И придают смерти вид лжи и небытия, вызывая чувство, подобное тому, какое внушает нам в первый день нового года господин, торгующий глазированными каштанами, когда говорит Зубаскаля «С новым счастливым годом!» Чтобы покончить с рассказом о дежурящих у постели больного офицере или дипломате, нарисуем еще такую картину. Они переносят раненого на чистый воздух, тот при смерти, и теперь уж совершенно очевидно, что все кончено. Я подумал, нужно вернуться приготовить вещи для дезинфекции, но я не знаю, почему в тот момент, когда доктор отпустил пульс, Б и я, не сговариваясь, а солнце было в зените, может быть, стало жарко, стоя возле кровати, сняли фуражки. Читатель понимает, что сняли они фуражки вовсе не из-за солнца, что эти взволнованные таинством смерти два стойких мужа, не зная слов нежности и грусти, лишь обнажили перед ней головы. Гомосексуальный идеал мужественности Сен-Лу, хотя отличный от описанного выше, был столь же банален и лжив. Для таких, как он, лживость состоит в том, что они не хотят ясно понять, что в основе чувств, которым они приписывают другое происхождение, лежит физическое влечение. господин де Шерлю ненавидел изнеженность. Сен-Лу восхищался смелостью молодых людей опьянением кавалерийских атак, нравственным и интеллектуальным благородством дружбы мужчины с мужчиной, совершенно чистой, когда один жертвует жизнью ради другого. Война, из-за которой в европейских столицах не осталось никого, кроме женщин, могла привести гомосексуалистов в отчаяние. И в то же время война — это страстный гомосексуальный роман. И если у них хватает ума на то, чтобы измышлять химер, то явно не достает на то, чтобы разгадать их происхождение, понять себя. Так что к тому времени, когда юноши из чисто спортивного подражательства, как раньше все играли в Диаболу, шли добровольцами на фронт, Сен-Лу стал находить в войне что-то даже более идеальное, чем он это себе представлял в своих мечтах, несколько отуманенных идеологией. Этот идеал, общий для тех, кого он предпочитал, был в мужском рыцарском ордене, где вдали от женщин он мог рисковать жизнью, спасая ординарца, и умереть, внушая фанатическую любовь своим солдатам. И, что бы в его смелости ни таилось, она прежде всего вдохновлялась тем, что он был знатным сеньором, а также неосознанно и идеализированно в ней присутствовала идея господина де Шарлю, что в сущности своей мужчина не имеет ничего женственного. Впрочем, подобно тому, как в философии и искусстве две аналогичные идеи заинтриговывают нас формой, которую принимают, так что различия могут быть очень велики, это зависит от того, кто их излагает, ксенофонт или Платон. Прекрасно понимая при этом, вскоре они походят друг на друга, я значительно сильнее восхищался Сен-Ву, требовавшим, чтобы его послали на самый опасный участок фронта, чем господином де Шарлю, избегавшим носить светлые галстуки. Я рассказал Сен-Лу о моем приятеле, директоре Бальбекского Грандотеля, в начале войны утверждавшего, что солдаты некоторых французских частей, как он выражался, часто пускались в дезертирство. При этом он полагал, что это происходило из-за так называемого русского милитаризма. В какой-то момент он даже уверовал в то, что в Рифбеле высадился десант, состоящий из немцев, японцев и казаков. Это представляло угрозу Бальбека, и потому он говорил, что ему остается лишь облупливаться. Он находил, что отъезд властей в Бурдо был несколько преждевременным и заявлял, что они напрасно так быстро облупились. Этот германофоб рассказывал, смеясь о своем брате. Он в траншеях, в двадцати пяти метрах от Боши, пока не стало известно, что он и сам Бош, после чего его отправили в концентрационный лагерь. Кстати, «А, Бальбеке, ты помнишь бывшего лифтера?» спросил Сен-Клу при расставании, словно речь шла о ком-то, кого он не так, чтобы знал и даже рассчитывал на мою подсказку. «Он пошел добровольцем и попросил меня, чтобы его направили в авиацию». Должно быть, ему надоело подниматься в ограниченном пространстве шахты лифта, и высот лестниц Гранд-Отеля ему уже не хватало. Он намеревался получить повышение не как консьерж, ибо наша судьба не всегда такова, как мы себе представляем. «Я обязательно поддержу его просьбу», сказал Сен-Лу. «Я говорил сегодня утром Жильберть, у нас всегда будет не хватать самолетов. Имея это в виду, мы должны посмотреть, что готовит противник. Именно авиация и лишила бы его самого решительного преимущества при наступлении, преимущества неожиданности. Лучшей армией будет, скорее всего, та, у которой будут лучшие глаза». Кстати, добилась ли бедняжка Франсуаза комиссования племянника? Но Франсуаза, долгое время прилагавшая все усилия, чтобы освободить племянника от призыва, когда ей сказали, что можно через германтов обратиться к генералу Сен-Жозефу, с горечи в голосе ответила «О, нет, это ни к чему не приведет, ничего от этого старого добряка не добьешься, в том-то и беда, что он он патриот». Франсуаза, коль скоро речь шла о войне, какую бы горечь она в ней не вызывала, сочла, что не должно бросать бедных русских, раз уж мы осоюзились. Дворецкий был убежден, что война продлится не больше десяти дней и окончится безоговорочной победой Франции. Он ни за что бы не осмелился из опасения, что грядущие события его опровергнут, да у него бы и воображения не хватило, предсказать, что война будет долгой, да еще с неясным исходом. Но в ожидании этой полной и молниеносной победы он как только мог мучил Франсуазу. Это пойдет на пользу мерзавцам, потому что, кажется, немало таких, которые не хотят становиться в строй плаксивых шестнадцатилетних парней. Он говорил так, чтобы задеть ее неприятным разговором, и это называлось у него пульнуть косточку, поставить закорючку, загнуть словцо. — Шестнадцати лет, пресвятая дева! — восклицала Франсуаза и с сомнением добавляла. — А ведь говорили, что будут набирать лишь двадцатилетних, ведь это еще дети. Естественно, газетам просто запретили писать об этом. В общем, вся молодежь вскоре окажется на передовой, и ясно, что немногие вернутся. С одной стороны, это хорошо устраивать кровопускание время от времени, это полезно, это разовьет торговлю, да к чертям собачьим бывают парни слишком нежные, нерешительные, их сразу перестреляют, пуль по двенадцать на шкуру, бац! С одной стороны, это необходимо, ну, а офицеры, им-то что? Они получат свои песеты, а им того и надо. Франсуаза так бледнела во время этих разговоров, что мы боялись, как бы дворецкий не стал причиной какой-нибудь болезни сердца, которая могла бы свести ее в могилу. Впрочем, от этих переживаний лучше она не стала. Как-то ко мне в гости пришла девушка, и хотя у престарелой служанки были очень больные ноги, если в тот вечер мне случалось выйти из комнаты, я видел ее на стремянке в гардеробе, занятой, как она объяснила, поисками каких-то моих пальто, чтобы посмотреть, не побила ли их моль. На самом же деле она, конечно, подслушивала. Несмотря на мои замечания, она сохранила манеру задавать косвенные вопросы, ради чего давно уже использовала некое «потому что, конечно». Не осмеливаясь спросить меня, есть ли у этой дамы свой особняк, она говорила мне, робко подняв глаза, подобно доброй дворняги, потому что, конечно, у этой дамы есть свой особняк, избегая прямых вопросов не столько из учтивости, сколько их желания не показаться любопытной. Наконец, поскольку самые любимые слуги, в особенности, если они почти не оказывают услуг и не выказывают к нам никакого почтения, увы, остаются слугами и своим поведением более четко определяют те пределы, которые нам хотелось бы стереть, в которых существует их каста именно в силу того, что начинают считать, будто удачно проникли в нашу, Франсуаза часто обращалась ко мне, чтобы меня поддеть, как сказал бы Дворецкий, со странными речами, до которых никто на свете не додумался бы. Со скрытой глубокой радостью она считалась серьезной болезнью обычной для меня жар. И когда пот, которого я даже не замечал, проступал на лице, она говорила «Но вы потеете!» Словно бы удивленная странным явлением, с легкой презрительной улыбкой, как будто причиной происходящего было что-то неприличное «Вы уходите, но вы забыли надеть галстук!» И все это встревоженным голосом, словно речь шла о состоянии моего здоровья. Можно было подумать, что лишь я один на свете всегда был в поту. К тому же она уже не могла говорить так хорошо, как прежде, ибо в своем смирении, в робком восхищении людьми, бесконечно ей уступавшими, она переняла их гнусную манер выражаться. Дочь, жалуясь на нее, сказала, я не знаю, от кого она это услышала, она всегда что-нибудь скажет, что я плохо закрыла дверь, или еще чего, и пошло-поехало. Франсуаза сочла вероятно, что из-за неполного образования она одна до сих пор была лишена возможности употреблять это прекрасное выражение, и из ее уст, в которых некогда цвел чистейший французский, я слышал по многу раз на дню и пошло-поехало. Впрочем, любопытно, сколь мало таится разнообразия не то, что в выражениях, но даже в мыслях одного и того же человека. Дворецкий взял привычку возглашать, что господин Пуанкаре неблагонамерен не из-за денег, но потому, что он непременно хочет войны и повторял это семь-восемь раз на дню перед одной и той же привычной и заинтересованной аудиторией. Пуанкаре Раймон 1860-1934 президент Франции 1913-1920 При этом он не менял ни слов, ни жестов, ни интонации, и хотя эта сцена продолжалась не больше двух минут, она всякий раз была неизменной, как в спектакле. Его ошибки во французском языке испортили язык Франсуазы так же, как ошибки ее дочери. Он полагал, что господин де Рамбуто был когда-то страшно обижен, услышав, что герцог де Германт назвал общественные туилеты шалашами Рамбуто. Рамбуто общественный деятель, которому принадлежит идея создания общественных уборных. Вероятно, в детстве он не мог различить здесь звук А, и это с ним так и осталось. И он произносил это слово туилеты, хоть и неверно, но постоянно. Франсуазу поначалу это раздражало, однако в конце концов она стала говорить так же, сетуя, что такого рода общественные заведения есть только для мужчин, но не для женщин. Так что ее смирение и восхищение перед дворецким вынудили ее говорить не туалеты, но с уступкой, не его заведенному обычаю туилеты. Она больше не спала, не ела, слушала, как читает сводки, в которых ничего не понимала дворецкий, разумевший ничуть не больше, у которого желание мучить Франсуазу частенько преобладало над патриотизмом. Он говорил с приятным смешком, имея в виду немцев, «Дела теперь должно быть горячее, наш старина Жофр много чего нафантазирует». Жофр Жозеф Жак 1852-1931 маршал главнокомандующий в 1914-16 годах. Франсуаза, не очень-то понимавшая, о чем речь, чувствовала, что эта фраза была чем-то большим, чем просто приятной экстравагантностью, так что воспитанный человек из учтивости должен воспринимать ее с юмором, весело пожимая плечами, словно говоря, он всегда такой, и она с улыбкой справлялась со своими слезами. По крайней мере, она была счастлива, что новый молодчик-мясник, несмотря на свою профессию довольно боязливый, начинал он, тем не менее, на скотобойне, не подпадал еще под призывной возраст, и если бы нужно было, она могла бы дойти и до военного министра, чтобы его освободили от службы. Дворецкому, похоже, и в голову не приходило, что новости были неутешительные, и что французские войска и не думали приближаться к Берлину, и когда он читал «Мы снова отбились», нанеся сильные потери врагу, он отмечал эти операции как новые победы. Меня, однако, ужасала скорость, с которой театр этих побед приближался к Парижу. И я был немало удивлен, когда Дворецкий, прочтя в сводке, что бой шел недалеко от Ланса, не выразил обеспокоенности, увидав в завтрашней газете, что в итоге, воспользовавшись своим преимуществом, мы отступили к Джуи Лавеконту, который отлично укреплен. Дворецкий довольно хорошо знал, название «Джуи Лавеконт», который был расположен не так уж далеко от Комбре. Но каждый вычитывает то, что хочет прочесть, словно что-то застит ему глаза. И никто не желает понимать, что происходит. Все прислушиваются к сладким речам главного редактора, как к речам любовниц, так что, даже терпя поражение за поражением, все рады, потому что считают себя непобежденными, но победителями. Впрочем, я ненадолго задержался в Париже и довольно скоро вернулся в клинику. Хотя лечение заключалось главным образом в изоляции от мира, мне передали в разное время два письма от Жильберты и от Робера. Жильберта писала, это было, кажется, в сентябре 1914, что сколь бы ей не хотелось остаться в Париже, чтобы быстрее узнавать новости от Робера, постоянные налеты таубов на Париж нагнали на нее такого страху, особенно за маленькую дочку, что она сбежала в Кумбре на последнем исходивших еще поездов. что поезд даже не дошел до Кумбре и что достичь Тансонвилля она смогла лишь на крестьянской повозке, в которой ей довелось пережить кошмарный день. Таубе от немецкого голуби Таубен парижское название немецких авиационных частей. И затем представьте, что ожидала вашу старую подругу, писала мне Жильберт. Я покинула Париж, чтобы убежать от немецкой авиации. Мне представлялось, что в Тансонвилле я буду в безопасности от всего. Я не пробыла там и двух дней. Как вы не вообразите себе, что произошло. После сражения с нашими войсками около Ла-Ферр немцы захватили весь район. Немецкий штаб с полком явился к воротам Тансонвилле, и я была вынуждена разместить их, ведь не осталось никакой возможности сбежать, никаких поездов, ничего. На самом ли деле немецкие штабисты были хорошо воспитаны, или письмо Жильберты оказалось проникнуто духом германтов, происходивших из Баварии и бывших в родстве с высшей аристократией Германии, но она твердила о прекрасном воспитании офицеров и даже солдат, которые спросили у нее лишь разрешение сорвать одну из незабудок, растущих около пруда. И эту воспитанность она противопоставляла необузданной жестокости французских дезертиров, которые, проходя через ее имение перед прибытием немецких генералов, разоряли все на своем пути. Во всяком случае, если письмо Жильберты в каком-то отношении было проникнуто духом германтов, иные стали бы говорить, что все дело в еврейском интернационализме, однако, как увидим далее, это было не так, то письмо от Робера, полученное мною примерно через месяц, обнаруживало скорее натуру Сен-Лу, нежели Германта. Помимо всего прочего, оно отображало приобретенную им цельную либеральную культуру, в общем, довольно близкую мне. К сожалению, он не рассказывал в письме о стратегии, как во время наших бесед в Донсиере, и не сообщал, в какой мере ход военных действий подтверждает излагавшиеся им тогда теории. Он всегда лишь сообщал, что с 1914 года последовательно сменили друг друга несколько войн, события каждой из которых оказывали влияние на ведение последующих. Так, в частности, прежняя теория прорыва содержала положение, согласно которому артиллерия перед прорывом надлежит хорошенько взрыхлить местность, занятую противником. Но позднее пришли к выводу, что, напротив, такая обработка местности сделает невозможным движение пехоты и артиллерии, для которых тысячи оставленных снарядами ям станут тяжким препятствием. Даже война, писал он, не обходится без законов старика Гегеля. Она пребывает в вечном становлении. А это было не совсем то, что я хотел бы знать. Но еще больше сердило меня, что в письме нельзя было называть имена генералов. Впрочем, из того немногого, о чем говорилось в газетах, можно было понять, что войной руководят вовсе не те, кем в Донсиере я так интересовался, имея в виду ценность этих людей во время ведения военных действий. Жесленде-Бургонь, Галифе, Негрие были мертвы. По ушел с военной службы чуть ли не в самом начале войны. Негрие Франсуа Ускарде 1839-1913 генерал По 1848-1932 генерал Эта четверка принимала участие в войне в 1870-м году. О Жоффре Фоше Костельно Петене мы никогда не говорили. Фош Фердинанд 1851-1929 маршал Костельно Эдуард 1851-1944 генерал Петен Анри Филипп 1856-1951 маршал главнокомандующий с 1917 года во Вторую мировую войну возглавлял Вишисское правительство. — Дорогой друг, писал Робер, я согласен, что выражение типа они не пройдут или мы их сделаем неприятны. У меня самого они давно уже навязли в зубах как Пуалю и прочее. Конечно, скучно писать эпопею, употребляя термины, которые сами по себе хуже грамматической ошибки и дурновкусия. Смысл их, противоречив и ужасен, это аффектированная и претенциозная вульгарность, которую мы так презираем, сходная с тем, как некоторые считают остроумным говорить коко вместо кокаин. Пуалю слово, обозначающее простолюдина или простолюдинов. Но если бы ты видел этих парней, особенно из народа, рабочих, лавочников, которые никогда бы и не узнали, какие они герои, и умерли бы дома, в собственной постели, не помышляя о героизме, как они бегут под пулями, чтобы спасти товарища, выносят раненого командира, и, если самих за дело, умирают с улыбкой, потому что врач сказал им, что окопу немцев все-таки отбили. с улыбкой, и закупить �. Продолжение следует...